всем привет кто заходит кто заходит всем привет всем привет привет кто заходит всех наступившим новым годом поздравляю всем привет заходите сейчас я тут тоже включусь всем привет привет заходите заходите как ваши дела я перепутала две недели в общем дело такое праздники когда суббота когда пропустила я этот день в общем здесь меня слышно все хорошо всем привет привет всех обнимаю спасибо что вы подписываетесь на канал нажимаете на колокольчики вот всех люблю целую вчера я проворонила эфир не знаю как так получилось в общем эфир сегодня очаровательный актер здравствуйте ирина добрый вечер ссылка на вопрос сейчас не знаю где мне тут что-то висит или не знаю а вот отвисла вот ссылка музыки нет вот в чем дело то хочется музыка а у меня там это там я не знаю что завис зависит где музыка так что да с рождеством вас тоже с разъездом счастья здоровья благополучия вас тоже всех с рождеством всех обнимаю всех целую спасибо что вы есть всем здоровья желаю чтобы у вас все получилось все было хорошо очень удачно всем год желаю подсказки сейчас я достану подсказки бесплатные кому подсказки естественно пишите подсказки на всех колодах не на всех все пишите чисто случайно вспомнила что оказывается эфир же у меня должен был быть с этими праздниками я вообще выпала просто какой день недели так хорошо спишь и спишь да я вообще до четырех не сплю для меня самый кайф вот сейчас тот режим который я обожаю просто но когда рабочие дни начнутся так не получится подсказки на всех колодах можно конечно все можно всем кто попросит подсказки у нас тут еще предсказания на 2024 год остались я тоже сейчас думала их как раз зато отдохнули до отдыхает отдыхать мы умеем спать и спать и спать так сейчас посмотрю ирина подсказки на всех колодах для ирины подсказка для ирины смотрим делайте все радостно и легко такая первая подсказка делайте все радостно и легко классная подсказка всегда надо так все делать всем так для ирины подсказка неизвестность пугает а зря настройтесь на хороший исход удача на вашей стороне смотрите удача на вашей стороне не бойтесь ничего все будет отлично у меня здесь притормаживает на телефоне почему-то так для ирины подсказка не позволяйте чужому мнению определять ваши действия такая подсказка сейчас следующую девочку шариком сейчас на это колоде посмотрим так ты делаешь себя сама никогда не поздно стать такой какой тебе хочется быть какой вам хочется быть никогда не поздно стать такой какой вы хотите быть так послание из будущего для ирины стоп перестань это делать ты знаешь о чем я говорю я не знаю что это но вы наверно знаете что-то нужно перестать делать пока не время пока вот не нужно отложите это отложите вот пока так ааа нет прическа ааа очень актуально прическу поменяла классно я тоже не знаю ну будем считать что это какая-то левая подсказка значит залетела в общем непонятно что ей надо ну как бы и ладно вот прическу поменяла классно но я все никак не могу покрасить я думала сейчас на праздниках как раз покрашусь как я хотела а так неохота думаешь да ну нафиг краситься еще все равно на работу не надо ну вот давайте сейчас это предсказание на 2024 год если кто-то хочет да то может написать номер свободные номера 20-30 42-43-45 с номера 49 по 87 и с 89 по 100 ну еще 104 остался ну это если кто-то захочет на 2024 год все подсказки замечательные спасибо вам огромное вам тоже спасибо огромное что пришли на эфирчик вот так давайте общий расклад сделаем а я отправила донат она пишет добрый вечер она сейчас посмотрю картинка не появилась да которая обычно что-то вот висит сейчас посмотрю а да ой а здесь два вопросика два доната да очаровательный актер вижу да анет отправила очаровательный актер сначала анет у меня здесь идет анет а его мысли о вас а а его мысли о вас а а а а а а его мысли о вас а а а а как приехать и уже старается не думать потому что уже так и тут так тоже устал кстати потому что приходится бороться как будто со всем миром как будто вот весь мир там вот ему противиться он борется борется надо поехать надо вот уже устал немножко хочет спокойствие покой но думает очень много думают очень много то что вы на расстоянии что вы далеко знаете он боится что вы на расстоянии но это что вы одна боится что его работа может разрушить ваши отношения постоянно срывается приезд да он думает знаете постоянно срывается туда он думает что вот надо чтобы сложились так все обстоятельства чтобы получилась поездка срывается до нужно подождать очень хотел бы приехать вот это ожидание ожидание его убивает короче вообще убивает его из колеи потому что он не может сделать то что он хочет он боится что эта работа может помешать вашим отношениям что может быть ревность недопонимание какое-то вода что вы почему то что вы можете в нем сомневаться начать сомневаться а на самом деле он в он вас выбирает он вас любит обожает он не хочет чтобы вы сомневались но он очень очень вас ревнует и боится что вы можете сомневаться что вы то что не там не получается не это не не приезжайте да добрый вечер марина галикова вас тоже сомневаться ну вот так что анет чувства у него к вам есть он он вас любит обожает но очень боится что вы можете сомневаться скучать вот они вот что вот вот что у него там что он весь в этой работе да у него все в работе получается все хорошо он старается он бы хотел много быстрее чтобы события развивали чтобы он намного быстрее хотел бы к вам приехать не вот эти вот переписки романтичные да вот о том что как вот здорово вот я вот приехать хочу тогда тогда то ну вот чтобы вот именно это все совершилось уже хочет найти такой этап чтобы не нужно было уже бороться чтобы не было тяжело чтобы вот эта тяжесть она все прошла потому что же странно что не получается но вот он тоже он боится что вы так думаете куда что он старается течение двух трех сейчас посмотрю что там трех дней прилететь как бы да нету тут полета да нету двух трех дней тут у его борьба борьба вот это все вот это вот проявление гибкости то что приходится бороться нет он не все он не бросит все и не прилетит не может она это сделать потому что тогда разрушится все что все к ночь к чему он стремится все чего он хочет это слишком знаете поддастся соблазну и все разрушить то вот что он хотел да он этого не сделает он заниматься будет работой ради семьи знаете занимается работой ради семьи ради того чтобы у вас все было хорошо последствия могут быть слишком разрушительные просто но он очень хотел бы встретиться он знает что его отчитаете он знает но очень хотел бы встретиться ответит он вам на сообщение ответит ответит все так же как и раньше будет ответит он просто ну что ему ответить если он не может приехать но не получается у него знаете он знает что вот он там деньги зарабатывает да вы такая с мчом такая ему все выскажите все все претензии но он очень и очень хочет быть вместе очень просто очень тут прям чувства прям такие вот хорошие да если хотите можете поругаться как бы тут ничего не изменится но поругайтесь он вас выслушает ну как бы ну как бы вот ну не получается он конечно очень расстроится если вы поругаете потому что он как бы старается но у него не получается это как будто зависит от обстоятельств не все от него зависит если бы был у него самолет да он бы прилетел уже давно но тут как будто не все от него зависит не все так легко и просто не буду злиться да он знает что вы злитесь он знает он чувствует он как бы он это нормально он как бы он принимает это и понимает вас очень сильно да но проявите гибкость да кстати да все нормально давайте подсказки на всех колодок для вас да как раз она сейчас смотрим как раз все подсказки сразу посмотрю откажитесь от всего ненужного откажитесь от всего ненужного может мне мысли какие-то ненужные вот так для нет неожиданные знакомства принесут массу пользу не упускайте шанс вам тут говорят знакомиться общаться с мужчинами или женщинами так и только ну-ка поточните мне а ну знакомиться общаться это с теми кого вы знаете в прошлом не показывает от негативных да от негативных мыслей нужно отказаться это я тоже сразу об этом подумала кстати для нет подсказка не спешите все сбудется в лучшее для вас время видите все сбудется в лучшее для вас время не торопитесь для могут случиться неприятности положить на помощь друзей и близких ой здесь какое-то предупреждение вам предупреждение будьте осторожны просто но эту недельку аккуратно не покупайте ничего подозрительного ты счастливщик у тебя все будет замечательно это вот послание из будущего для на это у тебя все будет замечательно так что все хорошо дрови да друзьями пообщаться и развеется это точно спасибо на это ваш вопрос благодарю вас тоже благодарю давайте сейчас дальше донатики посмотрю дальше у нас очаровательный актер очаровательный актер перспективы да ой я думаю хорошо пройдет встреча кто-то пошел в новое кто-то пошел в новое кто что тут у меня карты он пошел в новое что это значит куда он там пошел куда он тут ушел закрылся он немножко он отвлекается там чем-то своим занят так перспективы отношения ой ну здесь что-то страхи сомнения как будто все закончилось такое вот что-то боитесь что что на расстоянии очень сложно будет можно построить отношения что нужны встречи обязательно встреча будет но попозже да нужно немножко подождать будет встреча но здесь не нужно бояться здесь возможно общение флирт стабильные отношения возможно но здесь расстояние показывать мне расстояние работа нет расстояние работы и какое-то одиночество затворничество как будто вот нет общения блин как будто чувства остыли какие у него есть чувства как будто чувства постепенно могут остыть они знаете как будто это не остывает потом опять появляется чувства дома 5 остывает тут вот так вот нужна встреча чтобы вы приехали ну нормально а кто там должен приехать окне к нему поехать вот 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 и столько тут как будто знаете чувства то вспыхивают то остывает то вспыхивает то остывает и вам да вот тут вот вам нужно ехать к нему почему-то я так еще делать на потом я же прочитала да то что вам нужно ехать у вас здесь тут потому что тут борьба сомнения непонятки какие-то вообще непонятно что и как здесь нет какой-то стабильности нет ясности вообще нет ясности здесь вообще непонятно какие отношения между вами возможно уже на другой колоде тоже спрашиваю они говорят что вот полное зачаворование приносит вот это ожидание хочется уже стабильных отношений постоянных отношений где мужчина возможно будет брать ответственность на себя да как лидер а сейчас все не ясно вообще не ясно как эти отношения строить и это все идет очень медленно а хочется быстро хочется быстро чтобы поездка произошла боитесь что боитесь что может что-то такое узнать что вас расстроит кстати встреча в марте как произойдет как будто она может отложиться как будто может отложиться как а если будет встречу то как она пройдет но встреча пройдет как вы выскажитесь друг дружку кто что хочет кто кого как ревнует так все ваши сомнения и выскажите друг другу на это встреча из как будто вы на каких-то одних энергиях будете захотите поговорить вот разговор и вы и он захотите очень будет вас разговор большой обо всем просто о чувствах как это все что почему-то может отложиться это поездка из-за вас из-за финансов или из-за чего-то вы можете вы можете встретить до марта другого человека и не поехать что-то тут такое она это как мечтать мечтай пока ну ладно не говорят но с этим человеком знаете возможно какие-то отношения непонятны тут нет стабильности даже когда вы поговорите все равно не понятно тут нужно бороться нужно отстаивать что-то постоянно тут нету такого вот когда люди влюбились живы долго и счастливы и вот все у них гладко здесь нифига не гладко вообще вот с этим человеком с этим человеком вас ждут трудности вот но шанс есть шанс есть да на отношения на любовь вот с этим человеком которого про которого спрашиваете с ним есть шанс построить семейные отношения стабильная законный брак это да но сложно сложно чтобы к этому прийти тут в общем весело будет вообще просто сложно но с ним вы получите желаемое то что вы хотите возможно у вас даже тут возможность рождения ребенка счастливой семьи но вот это ваша спыльчивость не знаю то что как вот вы можете быть спыльчивые оба вы можете сделать свою жизнь не сладкой я так сказала ну как бы вот тут возможно семейная жизнь да но через трудности через трудности я так сказала не ну мужчина может быть не свободен до марта если с кем-то познакомитесь узнаете свободен ли он тут есть шанс что он может быть не свободен но здесь шишек набьете шишек набьете шишек набьете сколько лет эти трудности эти трудности будут до того как вы поженитесь вот вы поженитесь официальный брак будет и все станет на свои места здесь кого-то знаете вот официальный брак всего и там начнется вот у вас романтика дети возможно там да будут очень возможно рождение ребенка возможно девочка да да вот вот как вот когда вы поженитесь тут все закончится все трудности здесь как-то доженить бы вы будете это как притирка да это когда вот выяснение у кого какой характер подстраивание друг подруга или например вот как вы узнаете когда друг друга вот он узнает какая вы как себя вести с вами вы так же что он любит что не любит что нравится что не нравится так же вот это ссориться смиритесь и вот когда понимаете что вы хотите быть вместе вот у вас свадьба все у вас другая жизнь начинается как будто как бы и все в течение года прояснится что-то течение года будет встреча это точно и прояснится до прояснится и будет встреча течение года опять показывает то что скорее всего вы поедете течение года вообще в течение года вы уже можете начать жить вместе Здесь кто-то может В общем, в течение года У вас будет выбор, переезжать или не переезжать Поездка ваша будет Будете как-то с трудностями справляться Потому что если вы будете переезжать Это определенные трудности Ладно, Зарина, пишите, хорошо Тут напишите другое, хорошо Да, когда вы знаете, смотрите Когда вы справляетесь с трудностями С трудностями, которые будут У вас будет шанс на победу То есть все, вы с трудностями справились Вы заслужили, вы победили Вы докажете, что да, я хочу этого мужчину Свою жизнь То есть вы все выясните, все нормально будет В течение года прояснится И можете даже переехать и поехать И все, и как бы начать жить вместе Вот так Подсказка на ваш вопрос Измените свой взгляд на жизнь Такая вам подсказка на ваш вопрос Вот Так что пока такие качельки побудут Еще какое-то время Спасибо, вам тоже спасибо Сейчас я посмотрю Донаты Тут еще донатики надо посмотреть Юлия, потом Зарина Зарина тут напишет, хорошо Потом Стелла Юлию, сейчас посмотрим Ага, сейчас посмотрим Юлия Ну Юлия, у вас, я думаю, получится Так А с кем заключить договор? Это как бы, ну вы это-то Юлия, я тут А какие услуги? О, слушайте, Юлия, меня интересуют ваши услуги Потому что, ну, если вы в Москве Да, ну я в Москве сейчас на данный момент У меня вот И тем более вы как самая занятая Так Какие-то услуги же вы даете? Да юридические услуги Мне было бы интересно Конкуренция большая? Это да, конкуренция большая Это да Понятно Получается заключить договор Здесь очень большие сомнения у вас Ахмат, добрый вечер С праздником всех, с праздником Здесь, знаете, вам мешает Заключить вот эти вот договор Ваши сомнения Страхи, что не получится И вот эти страхи, что не получится Они вот тут вот везде вот летают Летают Блин, не дают вам Чтобы у вас получилось То есть вам вот эти страхи будут мешать Что сделать, чтобы получилось В общем, вот эти все страхи Убирайте Примите то, что это сложно Это сложно, да Но вот С трудностями вы справитесь Платное объявление Скидывайте платное объявление Что это даст Вот эти платные объявления То, что вы скидываете Это хорошо, да Это вот, кстати, вы можете заключить договор С партнерством Это да Это вам поможет Но вам в январе-феврале Почему-то не показывают Что что-то будет в январе-феврале Январь-февраль У вас, смотрите Очень большие страхи Которые мешают вам двигаться вперед Вам нужно разрушить по башне Вот эти вот страхи Самый вот этот Вот этот вот страх Что ничего не получится Надуманное что-то То, что обманут Предательство Что-то такое Вот Вам нужно бороться Вот в марте Вы примете решение Действовать по-другому Вы знаете Как будто в январе-феврале Нифига ничего не получается Хоть вы боретесь и боретесь Потом вы принимаете решение В марте Первого марта Все Будет по-другому Что-то по-другому Вы начинаете делать Что-то новое И вот У вас очень много эмоций Вы очень эмоциональны Очень много страхов Эмоций Вот это вот вам мешает Просто взять все руки И идти вперед Ну это да Это вам нужно Вам нужно понять Что трудности Это нормально Тут даже знаете Тут даже вам помощь Никто вам даже И не поможет Видите То есть Может быть Я спросила вам помощь Нужна Тут нет Знаете Какой-то человек Из прошлого Может вам Помочь идти И вперед Дать вам какого-то пинка Что-ли Чтобы вы Увереннее шли Знаете Какой-то такой Человек Из прошлого Может прийти Но он Что-то поздно Он вам что-то скажет Какую-то новость Какое-то известие Может вам принесет Это будет Как вам волшебный пиндель Какой-то Чтобы вы пошли вперед Вот какую-то новость Вот вам принесет Вот И вы прям Вперед Прям Ты же Пойдете Вот надо Чтобы пораньше Вам это как-то сказал Что-то Потому что Вы что-то По-другому Начнете делать Как-то Да Опять смерть Получается Не так Как раньше Вот так Как вы делали Раньше Оно не работает Надо этого человека Найти Кто вам скажет Подскажет Какую-то идею Он вам даст Как-то по-другому Вам нужно действовать И это не родственник Как будто Это как будто Человек из прошлого Мужчина Может Родственник Который Расстроил Когда-то Нет Какой-то Мужчина Какой-то Человек Вам даст Подсказку Где его найти Опять Выходит Мужчина На работодателе Вы можете работать Вы будете получать Кстати Если на работодателе Пойдете работать Будете получать мало И он вас будет обманывать Вы будете больше вкладываться Но очень мало получать Вас будут просто использовать Ну как бы вот Ну чтобы свое пошло Вам просто нужно Идти и делать Вы уже это понимаете Да Просто идти Хотеть и делать И какой-то Вот И что-то вам мужчина Опять скажет Опять выходит мужчина Мужчина вам даст Какой-то совет Какую-то подсказку Какой-то мужчина Слушайте то Что мужчины будут вам говорить Я не знаю почему Но вот Здесь вот мужчина Вам даст подсказку По работе Вот по вашей Что-то он даст Еще может какие-то Есть варианты Чтобы было больше Нет Какие-то акции делать Нет Заманивать как-то Информацию Больше о вас Нет Это не роман Это не роман Кто-то другой Кто-то из прошлого Нет Кто-то другой Нужно Знаете Тут нужно Побольше информации Как это все Можно Чтобы о вас Узнали Как можно Больше людей Вам нужно Продвигать себя Чтобы о вас Узнавали Очень много Коммуникаций Должно быть у вас Очень много Знакомств Знакомых Через знакомых Может визитки Что-то такое Передавать Делать услуги Писать То есть Если вы Знаете Как надо Возможно Вот визитки Да И возможно Говорить То что Если там Вы приведете Клиента То вам Там будет Скидка Или что-то Не знаю Как-то Вот так Завлекать людей Что-то Интересное Им давать Ну вот Мне почему-то Может быть В вашей голове Еще что-то Есть Да Какие-то Идеи Потому что У меня Пришло Вот визитки Визитки Раздавать Своим знакомым Друзьям Чтобы они Раздавали Дальше И нарабатывать Клиентуру Здесь возможно Возможен У вас заработок Возможен Рост Но очень много Нужно Коммуницировать Очень много Может в интернете В интернете Везде Давайте Объявления Не обязательно Давайте Прям вот Шпицую Комал Нужно Знаете Где-то Говорить Где можно Быстро Как сказать Даже не знаю Ну вот Можно через интернет Ютуб канал Можете сделать Где вы можете Рассказать о себе О том Что вы делаете Где быстро Могут о вас узнать Что-то такое Главное Делать Делать И общаться И если Вот разные Предложения Встречи Знакомства Вот я говорю Что вы у вас говорили И какой-то Может быть Сайт свой Сделайте На вас Могут выйти Через сайт Говорите Об этом Постоянно Здесь Вот так Вот Такое Очень много Знакомств Нарабатывать Вам нужно Клиенты А так Все возможно У вас Хорошие Перспективы Да Главное Чтобы о вас Узнавали Вам нужно Сделать так Чтобы о вас Как можно Больше людей Знало Очень много Коммуницировать Нужно Контакты Все собирать Номера Телефонов Записывать Свои контакты Оставлять Чтобы вас Не забывали Да Группу свою Создать Очень классно Вот было бы Ну в общем Так вот Давайте дальше Смотреть И я сейчас Вам подсказку Посмотрю Так Для Юлии Подсказка Устройте себе Отдых Юлия Устройте себе Отдых И хорошенько Подумайте Отдых Бумажку с ручкой Возьмите Напишите Что и как Вы хотели бы Например Вы клиент Вот к кому Бы вы обратились Что вы Какие вот Свои нужды Вы хотите решить Поэтому подумайте Какие нужды Клиентов Вы можете решить Что вы можете Им предложить Конкретный результат Обязательно Итоговый В итоге Что они получат Понимаете Вот Мне это очень близко Я это знаю Позже могу разговаривать Очень много Но мы не можем Много болтать Давайте будем Зарину смотреть Зарина Спасибо большое Юлии Вам тоже спасибо Прошли на эфирчик Так Зарина Давайте Что вас ожидает Что вам нужно знать Так Что вас ожидает Что нужно знать В какой срок Когда смотрим Вообще На данный момент В какой области То есть просто Все смотрим Ахмат У нас У нас вопросы Через донат Ой Я там наверное Ссылку не закрепила Да У нас есть ссылка Такая В комментариях Сейчас я ее закреплю Я ее закреплю Вообще Сейчас я ее напишу Еще раз Не знаю Не могу закрепить Не могу Вот у нас есть ссылка Да И у нас вопросики За донаты Здесь только подсказки Бесплатные Я сначала всем На донаты отвечу А потом по подсказкам Вот Ближайшее будущее Ну я смотрю на все Тогда Что ожидает Что нужно знать Вообще Сначала Вообще Что ожидает Зарина Что ожидает Зарина Ближайшее будущее Какой-то серьезный разговор Какой-то серьезный разговор Знаете Который может превратиться В Ну знаете Такой разговор Может быть у вас Серьезный Когда вот Вы можете поругаться С кем-то Там Накричать На кого-то И потом успокоиться Вот пар выпустили Все друг другу сказали И все Спокойствие Только успокойствие Как бы Все нормально Вот Какой-то разговор Можете какую-то новость узнать От мужчины Но это все фигня Короче Это неправда Вот Я смотрю на ближайший месяц Если что Хорошо В ближайшее время Само ближайшее время Какой-то мужчина Вам что-то скажет Какую-то новость Известие Это будет вранье Вранье Короче Не верьте Так Вот Если на работе То с финансами Да Как бы У вас как было Так и есть С финансами Но на работе Какой-то может быть Новый проект Какой-то новую сторону Может двигаться Фирма Чтобы сохранить устойчивость И стабильность Будет бороться За какую-то мечту За будущее Что будет В общем Какой-то Организация Может Взяться за какой-то проект Чтобы Вот это вот Пройти через Какие-то тяжелые моменты Финансовые Чтобы продержаться Очень-очень-очень долго Будет бороться Ну там все нормально Будет Ну какой-то Кризис будет В организации И она все Потом пройдет Если в каких-то Если у вас Вас будут приглашать На какие-то свидания Да То не тратьте там деньги Пусть у вас платят Хорошо Если куда-то Вас будут приглашать Пусть платят Не тратьте Свои деньги Сейчас Если вы сейчас Потратите Свои деньги Да В ближайшее время То вам будет трудно Их восстановить Вот чтобы Как раньше было То есть Если вас приглашают Пусть за вас платят В общем Учтите Что не тратьте деньги Пусть за вас платят Чтобы деньги Не ушли Вот такие вот События Сейчас посмотрю Еще Итак Что-то будет не получаться Возможно Да Опять вот это Вот какая-то ссора Опять мне показывает В общем Какая-то ссора Какие-то выяснения Отношений у вас могут быть Какое-то общение С двумя мужчинами Не знаю почему Двое мужчин Вы будете выбирать Вообще С кем будем общаться Кого вам оставить Кого нет Кто вам нужен Кто нет Вы можете Знаете От одного мужчины Как будто Он вас в подвешенном состоянии Держит Другой обманывает И вы решите Ну вас нафиг От двух мужчин Вы можете вообще избавиться Прекратить с ними общение Но в вашей жизни У вас все короли вышли Все короли просто Вот с этими вот мужчинами Этот вот обманывает Да Вот от этого вы в зависимости Какой-то То есть в подвешенном состоянии Не да Нет Не фиг знает Что ему надо Тут двое других Мужчин выпадает В общем Какие-то мужчины Будут вокруг вас крутиться Но двоих вы точно Отправите в сад Не знаю Одному вы дадите шанс Вот двум другим Вы можете дать шанс Тут еще вышел В общем все вышли короли Все мужчины вышли В общем смотрите Двух вы отправите в сад Мужчин В общем скажете нет Потому что тут этот обманывает Этот вообще непонятно Что с ним делать Вот с двумя вы расстанетесь Еще будет двое Но один будет вам предлагать отношения Которые Но он будет не свободен Вот с ним вы точно Не будете крутить Вы оставите себе другого Который знаете Он будет сначала Казаться холодным Но на самом деле внутри Он очень-очень нежный Вот с ним вы останетесь И у вас возможно Как бы это Даже жить вместе В общем Я не знаю почему Я на месяц смотрю Ближайшее будущее А мне показывают Столько всего Да Внутри он мягкий такой Мягкий Он нам предложит жить вместе Сейчас возьму другую колоду По работе будете развиваться Спросила про личную жизнь А тут по работу Мне показывают Будет много работы Возможно Много сообщений Вы будете себя чувствовать хорошо Будете все это контролировать Какие-то известия хорошие Можете получить Можете получить хорошее известие Из дома От человека из прошлого Если у вас будут какие-то сомнения Насчет отношений Насчет человека То есть вы будете сомневаться И чего-то бояться То вы смотрите На ситуацию Не обманывая себя Вот не надо там ничего Приукрашать Что вот может он изменится Или не изменится То есть на ситуацию Смотрите вот как есть Понимая вот то что Например он бедный Или он богатый Или он там Несвободный Какие отношения могут быть Ну какие То есть вы смотрите Потому что Если вы будете выбирать По-честному То вы можете найти человека С которым можно построить Отношения Который будет вам помогать Ну не обманывайте себя Что тут столько Столько всего У вас всегда Много мужчин вокруг вас Я не знаю Где-то они все ходят Рядом Много их Вы смотрите Вот здесь вот Вы как бы Сами себя предупреждаете Что Не нужно Вступать в отношения С незрелыми Молодыми людьми Потому что Опять же На те же самые шишки И наступите И опять же Среди них Не будете выбирать Будете думать Все время только На них потратите Пока вы ждете Своего мужчину Не вспоминайте Прошлое Не думайте Что у вас там В прошлом Что-то было не так Да Вам нужно научиться Вот в этом ожидании Внутренней гармонии Наполнять себя Заниматься тем Что вам приятно Пока вот вы ждете Своего Толку от них Молодые Молодые Только будут брать Они ничего Вам не дают Вам нужно Дождаться Своего мужчину Мужчина Когда вы наполняетесь Когда вы кайфуете Сами от себя У вас энергия Меняется Вы занимаетесь Любимым делом Работа Это или Неважно Что это Или хобби Когда вы кайфуете Сами от себя Вот тогда Да Вас расстраивает То что нету Того чего вы хотите И вы хотели бы Чтобы наконец-то Ну видите Здесь так все крутится Что пока Ну вы Вы одна Как будто Как будто Так должно быть Вот какое-то время Так должно быть Что вы как будто Жертва Что вам нужно Что-то там Я не знаю Чему Зачем это все Делать Знаете Перед тем Как кто-то Должен прийти Ну как будто Это по судьбе Вот такое Вот Одиночество Вот какое-то Время должно быть Чтобы отработать Уже все Отработать Да И тогда придет Он мужчина Вот по судьбе По судьбе Видите Не приходит Не получается Да То что Вот в одиночестве Такие карты Что это не от вас Зависит Вам надо Это отработать И тогда Придет такой Вот мужчина Такой Вот такой Немножко Может быть Манипулятор Берет на себя Много ответственности Он увезет вас К себе Вот с ним будет Уже потеряла Всякую Блин Я тоже вас Очень хорошо понимаю Мне тоже кажется Что вот-вот Ну вот-вот Ну вот когда Потом думаешь Да ну нафиг Уже сколько можно Вот появится Вот такой вот Мужчина Он очень много Он умеет Деньги зарабатывать Он состоятельный Умеет добиваться цели Видите Он увезет вас К себе Будет десятка кубков Вы к нему Скорее всего Переедете Да сейчас Такой тяжелый момент В вашу жизнь Может приходить Тоже человек Который вас обманет Вы тоже тут Не ведитесь Ни на каких-то Этих мужчин Которые Вам только говорят И ничего не делают В общем Огораживайтесь Пока что От мужчин Смотрите на то Что он делает На его действия Не слушайте его слова Там вот эти вот Ревность Вот эта всякая ерунда Что он хочет Условия свои Которые он ставит Там нет Не слушайте его Да Тот который ваш Он проявит гибкость Он проявит чуткость Он вас аккуратненько Соблазнит Бережно так Вот И потихоньку Будет строить отношения Он будет проявлять Гибкость к вам Да И заберет вас к себе И делать своей женщиной Но здесь так Да Вот Законный брак Законный брак Выходит с этим мужчиной Снова То есть смотрите на На действия мужчины Ваш мужчина Он вас добьется Даже если вы ему отказываете Смотрите на то Как он с вами себя ведет Он будет бережно И нежно вас завоевывать Хитренький он Он хитренький Он знает чего он хочет Он добьется вас Вот Такое Мне очень скоро будет Вот я насчет сроков Не могу сказать Потому что когда мы Смотрим сроки Они меняются В зависимости от того Что мы делаем У меня вот они Отодвигаются Фикс знает бесконечно Сколько Потому что я например Знаю какие-то вещи Я этого жду А я не должна Этого знать Да То есть это Отодвигается То есть встреча Например должна быть одна А когда вы узнаете Об этом Она меняется Она или вообще меняется Фикс знает Другое совсем получается Но не показывает Когда будет встреча Но не показывает Видите Пока тут одиночество И здесь как бы Зависимость от ситуации То есть вы сделать Ничего не можете Здесь ситуация Пока не повернется По другому Тут как бы от вас Ничего не зависит Вы можете пока что Только сохранять Свои границы Ну и радоваться Жизненно наслаждаться Что-то там С друзьями С подружками Вот Пока так Не показывает Сроки у меня Вообще не проигрываются Они почему-то Плавающие Только когда мы узнаем Они меняются Ну я не могу По срокам сказать Вот Вот К бывшим Можно заглядывать К бывшим можно заглядывать Ну вы там В бывшем будете заглядывать Опять те же самые Ошибки вас ждут Ну то есть Если вы уже отработали То отработали Я так думаю Вот Ну тут можете опять Закрутить Свои всякие Эти проверки Уроки Какая ерунда В общем Если будете заглядывать К бывшим Эта ситуация Будет еще длиться Длиться и длиться Полгода точно Вот Вот это подвешенное Когда нифига Ничего не понятно И ничего не меняется И вот И как бы И сделать Ты ничего И не можешь Как бы Вот так Подсказка Для Зарины Следите за поступающей Информацией Следите за поступающей Информацией Здесь как-то так Стелла Стелла Ваш вопрос В общем Я тут читаю Да В комментариях Благодарю А вас тоже Благодарю Зарины Сейчас Стеллу Посмотрим Если Будущее У Стеллы Сергея Да Так Стелла И Сергей Здесь Ну как Будущее Если Здесь Этот Человек Вам для Определенных Уроков Жизненных С этим Человеком Вы Поймете Чего Хотите От жизни Набьете Шишки Будет У вас И Ошибки Разные В общем Наделаете На На Гравли Наступите Но Вы Но Вы Найдете Ответ эмоций но здесь человек непонятно свободен или нет что он вообще хочет он может вам дать определенные эмоции но это только на время с ним вы шишек больше набьете он вам для опыта да здесь нет серьезных отношений это легкие отношения те которые вас чему-то научат но стабильности тут будущее тут такого нету не даже если знаете тут даже если будет шанс на отношения шанс то есть но как будто вы им или не воспользуетесь или все равно вы узнаете что-то такое что сделает вам больно узнайте информацию все про него потому что вы можете что-то узнать это вас очень-очень сильно огорчит у вас могут быть романтические чувства на какой-то промежуток времени а потом все потом опять ну то есть здесь не ясно и осторожно он может быть манипулятором поэтому посмотрите внимательно присмотритесь узнать о нем побольше информации ну и здесь возможно ли серьезные отношения у меня уже эта карта третий раз выпадает тут возможно романтические отношения флирт переписка вот такой тут скорее всего флирт серьезно отношения нет флирт и он красиво говорит там такое знает как подходить к женщинам подход знаю дойти может быть с ним замечательный манипулятор он тоже классный здесь между вами нету какой-то стабильности может пока что надо отношения только начались да и может быть я не знаю каких в отношениях просто то есть это как бы на время получить удовольствие и все вот пока что так вот все то такое легкое и нет не стабильное вот информацию можете не знать узнать о нем побольше информации для стояла подсказка стояла если какой-то вопрос есть добавлю еще напишите если остался вопрос по по вашему вопросу вот избавляйтесь от мрачных мыслей это вот на вот ваш вопрос если будущее избавляйтесь от мрачных мыслей то есть не думайте плохо спросите что-нибудь еще про если вам нужно уточнить потому что здесь вы что-то не умеешь узнаете нужно узнать друг друга получше может быть вы не знаете о том что он не хочет строить серьезных отношений может быть у него в работе что-то не ладится может быть он не свободен кто его знает во всем услышать и что там происходит вообще на какие отношения он рассчитывает может быть он просто рассчитывает на хорошо время провести может быть и вам это надо тоже да то про то есть как бы тут серьезных отношений это просто не знаю какие вам нужны а вот встретиться время провести тогда а между на границе ну вот только если время провести все тут нет серьезных отношений вот приезжайте уезжать если это начало отношений да если это как бы продолжение если это начало отношений то можно еще попробуйте если это продолжение то не знаю даже работа не все хорошо ну вот вы знаете даже это ну что-то еще там него возможно он по с ним нужно поговорить он вообще на серьезные отношения настроен или не настроен она если вы ему изменили и он об этом знает может быть он ну вот выпало что он увидите вот мужчина и женщина то есть вот тут вот как бы закрыты друг от друга то есть отношения нет развития возможно ссора была обман но это здесь не показывает серьезных отношений то что это все иллюзии то что это очень очень тяжело чтобы между вами были отношения нет вы можете узнать какую-то новость хорошую а на самом деле это не так может быть человек не может приехать может быть у человека будет выбор пойти в новое и он выберет в это новое пойти как бы вот это новый этап начнем тут как бы в этот карты говорят подождите вам нужно подождать и вы узнаете я не знаю как будто что-то такое знаете легкомысленное опять дурак выпадает дурак что-то по дураку такое что-то легкомысленное необдуманное не знаю не знаю посадит ли его в тюрьму или нет показывает что-то там такое тоже напортачил легкомысленное поступил так что так но тут нет у вас стабильности с ним сейчас посмотрю чат ой сейчас подождите посмотрю донаты ой дарья есть дарья не ответила очень долго добивался сделал предложение руки ну вот он очень ну вот ну вот а вы-то согласились то есть у вас сейчас как ну непонятно сделал предложение вы согласились выйти за него или нет тут же здесь все здесь знаете здесь ситуация такая у вас стала когда человек обманывает сам себя потому что от этого человека ничего не зависит он принадлежит обстоятельства и эти обстоятельства ему по судьбе так должно было быть ну вот смотрите будете ли вы вместе выпадает пятерка пятерка пентаклей даже если вы ну тут по пятерке пентаклей вообще люди тут как будто не могут быть вместе потому что у них или разный статус или они не понимают друг друга или нету денег или они не хотят или вы можете быть вместе из-за денег какая-то херня короче получается извините конечно здесь какая-то фигня можете любого быть вместе да если только из-за денег тут как бы что-то у него тут вообще получается да но вот смотрите то что он предложил вам официальный брак у него есть здесь как будто знаете как будто ему пришлось это сделать потому что ему нужно уехать куда-то в новое по судьбе но с этим мужчиной вы много шишек набьете много опыта получите много граблей с ним пройдете вот тут вот так вот причина 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 почему он сделал вам предложение чтобы вы не ушли что-то за тяжелое потому что чтобы вы тоже несли с ним ответственность потому что без вас ему тяжело на вас нагрузит все десять жертвов чтобы вы стащили с ним так же вы не уйдете так же вы не уйдете он вас хочет оградить от всего надо ставить работать на себя как бы ну манипулятор то есть вы согласны если вы будете ждать вы будете очень разочарованы потому что это скорее всего его манипуляция то что вот он обещал я не могу конечно говорить ну здесь по дьяволу как будто это ему выгодно сейчас поэтому он так себя ведет но здесь нету любви здесь есть выгода вы ему нужны потому что вы ему нужны потому что ему тяжело и вы ему просто нужны сейчас но в будущем здесь нету вам придется многое брать на себя слушайте у вас уже много вопросов получается здесь вас надо разбирать просто каждый вопрос это вся информация она должна быть в вопросе потому что новая информация всплывает новую информацию разбирать я же не знаю надо полностью видеть картину когда когда он смотришь вопрос но вода человек из прошлого то что у вас должно было быть в прошлом вы бы уже были бы семейной женщиной это показывает мне да но вот эти сомнения ваш вам нужно вам нужно самую решать здесь здесь вообще просто другой вопрос должен был быть у вас здесь может быть вы не любите ни того ни того потому что тот который хочет чтобы вы ждали его десятка мечей будет он вас предаст он вас обманет или уже он вас обманул предал то есть как бы и у его даже если сейчас он вас не обманут и предал у нас обманет и предаст это все фигня то что он говорит он говорит эту информацию потому что ему так выгодно вам нужно выбрать кого вы хотите как вы хотите жить чего вы хотите но мужчину надо выбирать 1 но здесь вы если вы кого-то любили вы бы выбрали но так как вы не выбрали ни того ни того вы скорее всего не любите ни того ни того ну что что вы его первое обманули если вы его обманули значит была причина никогда не бывает все просто так значит вы его и как бы и не любили а он теперь этим манипулировать будет вам это надо на жизнь какую как бы предполагаете после этого вы предполагаете что вы будете вместе а на самом деле он отыграется и сам от вас уйдет и это будет по судьбе это как будто вот он пришло время когда придет время вот он как бы вот как говорится отомстить что ли как сказать возьмет свое свой реванш когда очень нравится это значит это значит вы проходите определенный урок когда такие случаи случаются это по дьяволу это определенные уроки которые нужно пройти нужно что-то понять выбрать может быть себя здесь какой-то урок перестать заканчивать гулять и начать работать и думать о своем будущем преслушаться к сердцу чего вы действительно ходите заниматься тем чем вы действительно хотите понять какую семью вы действительно хотите какое будущее вы действительно хотите Не мириться с тем, чего вы не хотите Не мириться с этим никогда Понять то, что вы хотите И вот, например, я хочу так, и никак иначе Если ты будешь делать по-другому, то все, ты уходишь То есть вы должны себя выбирать У вас должны быть свои принципы, свои правила Вы не должны подчиняться тем мужчинам, которые пытаются вас контролировать Какую-то информацию, манипулировать Тут двое мужчин, да У вас не с тем мужчины, не с тем нету стабильности У вас и там, и там урок У вас урок там и там Когда хотят, чтобы вы прошли какой-то урок Когда нам вот что-то вот уже знают, что вы опытные Что вы уже туда не вляпаетесь Начинают манипулировать, знаете, нашими желаниями Чтобы по дьяволу зацепить Приходит мужчина, который вас может зацепить Они смотрят, как вас можно в эти отношения втянуть Что вам понравится И поэтому очень сложно сопротивляться Потому что, ну, как бы Потому что чувства, здесь чувства Когда чувства замешаны, очень тяжело Хочется верить тому, что ты хочешь Двое мужчин, они так и выходят Они прям рядышком выходят оба Нету стабильности все-таки Не там, не там Вам будут У меня уже дальше донатики ждут Двое мужчин Почему-то вот, которого вы хотели для денег Там денег-то толком-то и не будет Там может получиться ребенок Но денег не показывают Мужчина будет очень сильно контролировать Ну, в общем, если хотите одного так, одного так Оставляйте так, если хотите Но с тем, с которым вы хотите Там ничего не получится Потому что он вам будет нервы мотать И отыграется, в общем, когда придет время Он от вас сам уйдет Вот Можете, хотите, можете быть с ним Но он в свое время уйдет Вот Не получится Ну, можете попробовать все равно Потому что может что-то изменится Но тут прям луна вообще Тут вообще Сомнения, конечно, очень большие И будет очень тяжело Да даже и после всего этого Может еще и не получится ничего То есть если вы хотите Вот вы пишете Да, то есть если вы хотите Брать эту ответственность на себя Ну, берите Только Последствия будут на вас Вы будете это все разгребать потом Вот Я вас предупредила Потому что очень-очень Последствия Тяжелые будут И почему-то все это будет на вас Вот Так что так Сейчас я тут Найти бы Где А, сейчас Эх, у меня свечка потухла Закончилась одна Давайте дальше буду донатики смотреть А то у вас очень много вопросов Уже Перебор Вас я предупредила Если хотите Берите ответственность И последствия Так Просто потухла у меня Потухла свечка Так Вторую зажгла Хорошо Так Спасибо вам за ваш вопрос Стелла Так Ой, что-то тут все Перето само Так, Дарья Смотрю Дарью Дарья Дарья Вообще Ну как бы Ну тут вообще просто Вы сами себя просто Не закапывайте себя Ну может у вас будет такой Так что сами может Так Дарью смотрим Я тоже не люблю Я тоже не люблю Когда так просто Картинку с праздником Присылают Вообще Как будто на отвали Типа Вот так вот Дежурно это Ну что это Денобразие Ну кто-то думает Что это нормально Не любят все А, ну все Вот как было раньше Так и есть Видите Вот как вот было Как было Так Какие Какие мысли Тяжелые Тяжелые мысли Почему-то он думает О том Что Встреча с вами Невозможна Что Как бы это все Иллюзия Все Да Какие у него мысли Почему Невозможна Поездка А потому что Да Вот Поэтому мысли Такие тяжелые Что Невозможно Стретиться Потому что Вы все Поругались И скорее всего Расстались Кто-то Кого-то Обманул Или что-то Такое Сказал Вспыльчиво При этом Да Встреча Невозможна Все Или заблокировали Даже где-то Но в общем Не общаетесь И вот это Ему тяжело Осознавать Зачем он пишет Если все Закончилось Потому что Он хочет Восстановить Вашу Энергию Вот эту Которую Он раньше Брал Он хочет Опять Ее Он хочет Вернуть Поэтому Вот эти Сообщения О себе Вот эти Присылает Чтобы вы О нем Думали Чтобы ваша Энергия К ним Ушла Напоминает О себе Напоминает Почему Не спрашивает Как дела Потому что Все Закончилось Видите Он Специально Делает Чтобы У вас Наполнится Потому что Вы для него Как императрица Энергия Такая у вас Императрица Вы его Можете Наполнять Он Какие-то Сообщения СМС Вот эти Можете Отправлять Только для того Чтобы Вы о нем Не забывали Чтобы вы о нем Думали Вы о нем Вспоминали Чего Не спрашивает Потому что Башни Все Вы расстались Будет ли он Что-то делать Он Как будто Своими делами Будет Заниматься Отдельно От вас Как будто У вас Разные Дела В мыслях Он хотел бы Восстановить Общение И он Думает Что у него Это может Получиться Он за вами Подсматривает Наблюдает Смотрит Не нашли ли вы Кого-то Не встречаетесь Либо с кем-то Не сливаете ли вы Энергию Туда Вряд ли он Будет действовать Как-то У него Что-то В работе Не ладится Ему Помощь Нужна Он Тут Выход Из положения Ищет Решения Какие-то Принимает Когда он Он присылает Картинки Он Ему Нужна Ваша Энергия Понимаете У мужчины Не ладится В работе Какие-то Затыки У него Энергия Ему Для денег Чтобы зарабатывать Деньги Дает Женщина И от вас Шла К нему В свое время Когда вы общались Очень классная Энергия У него Все получалось У него Все так Хорошо Шло Он Чувствовал Себя На подъеме Просто на автомате Всем скидывал И вот Чтобы вас Чтобы вы о нем Не забывали Ну а на вы Видите Он уже Даже Совсем Даже Внимание Не обращает Он даже Не справился Сообщение На автомате Прислал Наверное Ошибся Просто Я думала Может быть Он хочет Вас Как-то Спровоцировать Нет Он не хочет Спровоцировать Это было Неумышленно Как будто Он Ну ошибся На автомате Скопировал Даже Не посмотрел Сообщение Он как-то По-другому Он хотел бы Проманипулировать Этим сообщением Но почему-то Он не прочитал Даже Ты Вы Вот это Вот Ему Как-то Скопировал Видите Он даже О теме Сообщения Он даже Не Задумался Ему Просто Нужно Было Вас Как-то Вот Это Раскачать Вашу энергию Чтобы Вы думали О нем Потому что Когда Вы Сливаете Энергию Ему У него Идет Работа Деньги Не замечают Мужчин Когда Общаются С женщинами Это С нужными Женщинами У них Идет Прибыль Ладится Все На работе В деньгах В общении Вот Коммуникация По работе Ну а то Что не Исправил Это Вообще Просто Видите Он уже Совсем Как бы Может быть Он уже Даже Невнимательно И небережно Относится К сообщениям Которые Вам швёт То есть Ему уже Как-то Ну расстались И расстались Но Чтобы Вы о нем Подумали Он прислал А он Он ещё Объявится Он Может Вас Пригласить На встречу Или Вы где-то В компании Встретитесь Да Он ещё Будет Как-то Манипулировать Он ещё Как-то Как-то Можете Встретиться С ним Саша Здравствуйте У нас тут Вопросы За донатики Подсказки Они Это Подсказки Бесплатные Если что Вопросы За донаты Здравствуйте Дарья Лизик Привет Да Дарья Он Он Думает О том Что он Может Приехать И Как-бы Подтянуть Ещё С вас Энергию Потому что У него Что-то С деньгами Ну Что-то Вот такое Вот у него Это всё На энергии Завязано Он Ещё Объявится Когда Не знаю Но Едет Чтобы Всё Выяснить Чтобы Возможно Предложить Вам Начать Заново Общаться Он Может Вам Появиться С Предложением Завязано С Работа У него Непонятно То Хорошо То Плохо Вот Это Качели У него Качели Не Можете Можете Просто Написать Подсказки На всех У меня Вот Такие Вот Колоды Пять Колод Можете Написать Подсказки На всех Колодах Тогда Я На всем Дам Подсказки Ещё Послание Будущее Будет Только Нужно Подождать Потому что Сейчас На донатике Отвечу Вы можете Подумать О своём Вопросе Ну На который Вы хотите Получить Подсказки Или просто Подсказку На данный Период Времени То Что Именно На сейчас Какая Вам Подсказка Или На неделю Вот На следующую Вот Так Что Так Так Что Дарья Так Вы Его Это Подпитка Вы Его Энергия И Он Ещё Объявится Даст О себе Знать И Предложит Вам Предложит Вам Начать Сначала Или Встретиться Или Что-то Новенькое Ну Как бы Опять Опять 25 В общем Объявится Просто Чтобы О нём Не забывали Потому что Вы Хорошая Такая Энергетическая Как сказать Аккумулятор Энергетический Так Дарья Вам Подсказку На ваш Вопрос Рискните Чтобы Воплотить Новые Идеи В Жизнь Рискните Если хотите То Рискните Так что Если он Что-то От вас Хочет Там Какие-то С финансами Чтоб Всё Было Нормально Пусть Так Как 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 У вас Там Дела Так Так Дарья Вот Конечно Отдыхали Хоть Спала Я Я Праздники Хорош до 4 а потом просыпаться где-то в одиннадцать двенадцать может в одиннадцать нормально мне это самый мой кайф на графе для меня очень тяжело рано вставать жить по режиму так донатик смотрю на что обратить внимание чтобы встретить свою любовь на что обратить внимание чтобы встретить свою любовь на мужчин это ударение на ооо она извините на что обратить внимание чтобы встретить свою любовь смотрите но надо обращать вам на мужчин на мужчин обращайте внимание на мужчин которые вокруг которые активные вместе на каких мужчин надо обращать внимание которые не болтают, ля-ля-ля, там такое, а которые действуют, которые делают. Посмотрите, как он к вам относится. Смотрите на его поведение. Он тут, знаете, смотрите, обращайте внимание на энергичных мужчин, харизматичных мужчин. Они могут нравиться многим женщинам, предупреждаю, да? Обращайте внимание на таких. Они могут быть, они очень энергичные. У них очень, может быть, много знакомств. И женщин, и мужчин много. Они очень коммуникативные. Знают, чего хотят. В карьере они многого добиваются, в работе они очень тоже активные. Они вообще сами по себе, по жизни очень активные. Могут заниматься тоже спортом. Знают, чего хотят, там все просто. Это такие, если он выберет вас своей девушкой, да, то он для вас сделает все, чтобы вам было комфортно. Такие мужчины, даже если расстаются, они могут сделать так, что вам останется жилье, там, чтобы вас, ну, то есть вы в комфорте, чтобы остались, чтобы у вас было все хорошо. То есть как-то вот такое харизматично-энергичное не складывается. Ну, вот так говорят, кто... Так, вот так. Сейчас есть в вашем окружении мужчины? Ну, сейчас как будто в вашем окружении нет такого мужчины. Ну, тут я сомневаюсь, конечно. Здесь больше говорят, мечтайте, да, мечтайте, смотрите вокруг. Ну, нет, тут уже точно сказали, нет в вашем окружении пока этого мужчины. Пока этого мужчины нету. Очень скоро вы его можете встретить. Сразу туз, туз, когда какое-то новое начинание начнется. Что заканчивается? Здесь как будто, знаете, заканчивается ваш опыт, который был не очень. И начинается такая любовь. Когда вот вы сможете все преодолеть. Какие-то трудности. Да, Лидик, я сейчас на донатик отвечаю. Что-то не складывается пока. Что сделать-то, чтобы как можно быстрее встретить своего мужчину? Она что сделать? Работать. Работай, говорит. Делай то, что приносит тебе удовольствие. Нужно, даже если вы занимаетесь работой своей, да, то делайте это как-то креативно, с творчеством подходите, чтобы вам нравилось то, что вы делаете, то, чем вы занимаетесь. И вам нужно знать четко, как вы любите отдыхать, какого мужчину вы хотите, четкие планы на будущее, какие мечты вы хотите реализовать. Если у вас что-то не получается, не нужно это бросать, попробуйте еще раз. Это связано в вашей реализации, в работе, в деньгах, чтобы добиться достатка какого-то. Вот вам нужно в голове определиться, какую семью вы хотите. Какую семью вы хотите. Не слушайте, если вам говорит мужчина много красивых там слов, комплименты, ухаживания там такое, но ничего не делайте. Только на словах такой вот. Чуть что сразу в кусты, да, если что-то помочь или что-то. Ой, нет, я занят, ой, там еще что-то. То есть не верьте таким водным мужчинам, которые много говорят, романтики такие, да, я дарю тебе звезду с неба, да, по факту у тебя там каблук сломался, он тебе туфли не купит. Вот, то есть как бы, ну, что-то такое вот. Вот, на таких не надо обращать внимания. У вас в голове должен быть четкий план, какой у вас должен быть мужчина, какая у вас должна быть семья. Вот. Какого мужчину вы выберете, какого нет. Здесь какой-то четкий план. Тут не говорится, что прям конкретно нужно делать. Видите, здесь вот обращать внимание на мужчин. Ну. Ходите на свидания, общаться. Здесь как-то так. Если вам нравится, ходите на свидания. Не нравится, не ходите на свидания. Здесь как-то вот вам полная свобода дана. Здесь как будто вы ничего сделать-то не можете, чтобы он быстрее пришел. Он вот придет, и вот когда придет. Когда вам нужна будет помощь, он придет. Когда вы будете расстроены, вам чего-то будет не хватать или что-то будет не получаться, вот он придет. И вот он вам по судьбе Какой-то стабильный мужчина Стабильный, финансово обеспеченный Сможет заработать деньги Какой-то классный мужчина Вам просто не нужно Серьезно пока не с кем встречаться Да, серьезно ни с кем не встречайтесь Скорее всего На свидание ходить можете Серьезно не встречайтесь Те, кто вам что-то там лапшу на уши вешает Или не может вам что-то дать стабильности Не нужно с ними Как-то вот Строить отношения Потому что этот человек придет, когда вам нужна будет помощь Он вам поможет И с финансами вам поможет И в общем, что вам нужно, он все сделает И вот он вам по судьбе такой вот мужчина Вот он тут вышел пентакливый Там он такой страстный Тут он вышел пентакливый Потому что он в этих энергиях В Жезловых и Пентакливых Потому что он для семьи идет Стабильный, надежный По судьбе Как вы его узнаете, он придет и завоюет вас Как вы его узнаете Он приехал, увидел, победил Он по судьбе вам Вы его не пропустите Этого мужчину вы не пропустите вообще просто никак Он придет и завоюет Знаете, он не будет вас обманывать, чтобы добиться чего-то своего Чтобы добиться своих желаний Он не будет вас обманывать Он может только немножко схитрить, чтобы сделать вас своей женой То есть он вам, знаете, как схитрить? Он может дать вам то, чего вы хотите Чтобы вы были безумно счастливы Вот счастливы, как ребенок Он вот, ну, и ради того, чтобы вы были счастливы Он хочет быть с вами А не ради того, чтобы что-то от вас получить, понимаете? То есть интимность и даже получить Нет, он не будет вас обманывать Ради вот этих романтических, несерьезных Он вот сразу, но серьезно Он был сразу настроен на серьезные отношения Здесь так Хороший мужчина Вообще, вы его не пропустите Я не знаю, как его приблизить Вот тут говорят Просто обращайте внимание на таких мужчин, на серьезных Которые вот что-то для вас делают Которые не говорят, а делают Он вам в чем-то поможет Или с финансами, или с советом Вот такой вот мужчина И сразу как-то у вас серьезные отношения На серьезные отношения вас настроят То есть вы не думайте, что если вы там будете отказывать Да, или как-то вот То есть он вас добьется Это не значит, что все вот Вы будете соглашаться на отношения Даже если вы не будете соглашаться Он вас не отпустит Поэтому проверяйте так всех Кто там будет встречаться Ну все правильно, видите? Вы все правильно обращаете внимание на нужных мужчин Как раз Вот и он вот-вот скоро появится Да, он появится с любовью Со своей любовью придется С любовью Просто тут как бы легко идите по жизни Хона, идите легко по жизни Все будет Он как-то сам придет Здесь нет такого, чтобы его как-то вот Ну вот он, видите, он сам придет Вы просто будьте в легких энергиях Знаете, чего вы хотите Мечтайте, желайте Потому что он придет, чтобы ваше желание исполнить Поэтому у вас должен быть четкий план В голове Чего вы хотите Вот, чтобы он мог вам это дать Вот Представление о будущем у вас должно быть в голове Какая семья Какой дом Где, что Так, подсказка на ваш вопрос Какая подсказка Вкладывайте деньги В мечту Видите? Не забывайте о своих мечтах Не забывайте Вот, так что Ну такой замечательный вообще мужчина Которого не пропустите Супер Я так не люблю, когда говорят Что вот, вы можете пропустить Ну нафиг Не можете Не можете Тут придет сам Все нормально будет Не пропустите Так что вот он Удачи вам Очень хороший такой По энергиям Такой мужчина Сейчас я перечатик посмотрю Хорошо Кому нужны были подсказки Сейчас всем подсказки Да Так Здравствуйте, Роман У нас вопросики за донаты Я так и не закрепила ссылку на донаты Сейчас я отвечу сначала Всех в комментариях Подсказки Подсказки у нас бесплатные Так и не закрепила Вот, сейчас закрепила Можете бесплатно подсказку На ваш вопрос Попросите Там просто на свой вопрос Переложите Вот А сейчас смотрим Подсказки Юна Заднепетровская Можно одну карту Какую карту Если подсказка нужна Отпишите подсказка Карты я не вытаскиваю Саша я сказала Подсказка Дарья Подсказка Дарья Относительно работы На январь 2024 года Дарья Я сейчас Весь чат посмотрю Теперь Подсказка Дарья Относительно работы На январь 2024 Подсказка Измените свой взгляд На жизнь Такая подсказка Вообще По работе Я много могу говорить Потому что Работу я искала Я знаю Что это такое Вот Поэтому Тут много можно Рассуждать По работе Смотря Какая у вас работа Чего вы хотите Это очень много Зависит Люблю вашу передачу Спасибо Савелий Спасибо большое Приходите на эфирчики Так Подписывайтесь И Нажимайте на колокольчик Чтобы эфир не пропустить А то эфир вчера Должен был быть А я ушла сегодня Послание для гульшат На всех колодах Я смотрю сверху вниз Гульшат уже видела Что внизу пишет Но я сверху вниз смотрю Комментарии Всех по очереди Послание для гульшат Послание для гульшат Подсказка Для гульшат Вкладывайте деньги В мечту Первая Вторая У нас всего 5 колод По подсказкам Вообще у меня их не 5 Но на эфирах только 5 Для гульшат Подсказка Самое время Пополнить свой Энергетический ресурс И набраться сил А только затем Приступить к делам Видите Вам нужно отдохнуть Наполниться Набраться сил А потом вперед Свершать новые дела Я перед гульшат Была Лидик Тут это Гульшат Давно была Гульшат Пишет время От времени Постоянно А потом У меня Саша Идет Вообще Это как бы Нету Людика Пока что От сказки Для гульшат Цените мелкие радости Они куда важнее крупных Так Для гульшат Подсказка Не сдавайся Если не будешь бороться Считай, что уже проиграла Гульшат Не сдавайся Не сдавайся Я с тобой Я вообще За тех, кто не сдается Молодец Гульшат Послание из будущего Найди время для хобби Хобби отлично Справляется со стрессом И позволяет мозгу отдохнуть Найдите время для хобби Делайте то, что вам нравится Чтобы вы могли отдохнуть Душевно Морально Успокоиться Если там какие-то у вас Препятствия Подсказка на неделю Как быть Подсказка Одна Хорошо Для Саши Для Саши Подсказка Гульшат Благодаря Гульшат Спасибо, что на эфирчик Заходите Заходите Так Смотрим Для Саши Подсказка на неделю Как быть Подсказка Ой, смотрите Ну на эту неделю Вам нужно время Сделать передышку И набраться сил То есть нужно Немножко сделать передышку Не нужно действовать Пока что Набирайте сил Видимо потом Сделайте большой-большой рывок И вперед Пока что не время действовать Нужно набраться сил Екатерина Хочет ли Данил Проявляться к Екатерине Это у нас вопросы За донатики У нас там 200 рублей вопрос Да Мама пьет Что делать Вопросы за донаты Я могу только подсказку Посмотреть Вот, Лидик Можно мне тоже подсказку Потом, да Вот, сейчас Для Лидика В общем Одна выпала Вот такая вот Лидик Сама выскочила Подставка Доставьте себе Удовольствие Подсказка Подсказка Вышла сама Сама Вылетела Вылетела Все Вот И вот еще Одна Это я сама Вытащила Та сама Вылетела Это я вытащила Делайте все Радостно и легко Лидик Это вам подсказочка Еще одна Делайте все Радостно и легко Ух ты Ух ты Вот так вот Роман Здравствуйте Если у вас может построить Скрипкие отношения С любимой девушкой У нас Роман Вопросы за донаты Я могу вам подсказку дать Вы можете написать Подсказка И на этот вопрос Просто в голове Держите свой вопрос И подсказка будет И вы потом подсказку Переложите На свой вопрос Если донат года Не на мазуте Ну это Не на сегодняшнем эфире Хорошо У меня просто мазута нет Другой раз Кветри Квити Квити Добрый вечер Можно подсказку Относительно отношений На неделю Румия Румия Добрый вечер Да Сейчас Учись жить для себя Лидик Молодец Молодец Лидик Молодец Спасибо тоже Так Румия Смотрю Подсказку Относительно Отношений На неделю Румия Подсказка Для Румии Делайте все радостно И легко Смотрите Так долго мешало Делайте все радостно И легко Такая подсказка Делайте все радостно И легко Так Алла У меня там донат должен быть Дарья Благодарю Сейчас посмотрим Донаты Там еще есть Донаты Сейчас Да Есть Пришел Донатик Да Сейчас я дочитаю Быстренько Это В комментариях Оксана Иванчишина Удачного эфира Удачного А потом Оксана Иванчишна Отвечу Хорошо Если кому-то Нужны подсказки Еще будут Пишите подсказки И мне на голове Чем дольше Тем круче Сейчас будет Ладно Для Аллы Посмотрим Возобновятся ли отношения С Александром Тут Александр Может быть Не свободен Я не знаю Или если вы Если Вы Жена То да Вообще У вас Есть возможно Что возобновятся Или Или это У него Кто-то Есть Блин Я не знаю Он вообще Женат Так Галина Точно Не соперница Вообще Не соперница Нет У вас Отношения Возможные Знаете Отношения Между Вот Александром И Галиной Он женат Они Отношения Возможные До тех пор Пока Вот у них Все хорошо Пока Ну как бы Ничего не происходит А как только Какой-то выбор Нужно сделать Все Тут же сразу Ссора И все И отношения Прекращаются То есть У них Там Все Сложно Все Офигеть Как тяжело У них Как Знаете Периодически Разбивают Друг другу Сердце Вот так Я бы сказала Периодически Разбивают Периодически Причиняют Друг другу Боль Там Такие Отношения Вот так Ну пока Что тут Все В семье Они причиняют Так и будут Друг другу Боль Так и будут Друг другу Будут Причинять И он Также Будет В семье Сейчас Я посмотрю Другой Колодер Возобновятся Или Отношения Что не Показывает Что отношения Возобновятся Мысли Есть А действий Нет Нет Мечи Мечи Страхи Какие-то Сомнения Вообще Возобновление Отношений Есть Шанс Что Отношения Вас Женой С Женой Или С Галиной Есть Жена Галина И вы Что ли Уже Трое Я только На двоих Смотрю На Галину Ничего Постоянно То Люблю То Ненавижу Короче То Общаемся То Дура Там Такое Вот Знаете Ну Грубо Говорят То есть Они Такие Нервы Друг Друг Мотают В общем Там Вообще Ерунда Какая-то У вас Шанс На восстановлении Есть Он Маленький Такое Маленький Но Он Есть Но Он Как-то В семье Остается У него Будет ли Он Делать Выбор Да Нет Он В семье Останется Точно Вы знаете Галина Ему Зачем Нужна Непонятно Потому что Там Вообще Никаких Отношений Быть Не Может Это Чисто Чтобы Чтобы Как Будто Развеяться Что Ли Показать Себя Тем Кем Он Не Является Само Утвердиться То Что Он Не Получает В Семейной Жизни Он Хочет Ей Показать Что Я Такой 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 А с Вами Есть Какие-то Чувства Как Будто То То Ли Вы Его Там Как-то Отругали Или Что-то Ему Сказали То Ли Он Что-то Сделал Ну Наболтал Много Да И Ничего Не Сделал И Его Как-то За Это Отругали Что-то Такое Это Тайное Отношение Вас Восстановление Это Будет Но Не Знаю Когда Не Не Знаю Когда Он И 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 Серьезное Что-то Но Останется В Семь Семь С вами Романтика Флирт Возможный Свидание Даже Возможно Романтичное Пока Он Не Будет Проявляться Вот Когда Расстанется Там Тогда И Придет Неожиданно Как-то Вот Когда Он Там С Галиной Наболтается Потом К вам Придет Там Просто Языками Зацепились Там Поболтали И Тут Это Временно Это Вообще Просто Там Ни О чем Потому Что Тут Чувство К вам Есть Чувство Да К вам Есть Там Что Вам Делать Ну Ждите Когда Он Приедет Что Вам Делать Как Бо Он Сам Приедет Он Сам Приедет И Скажется Что Он К Вам Чувствует Это Тайна 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 Которая Так Останется Тайна Все Зависит От Него Вот Он Захочет И Приедет Как Как Только Он Захочет Он Объявится Еще Когда Не знаю Но Свидание Романтика Будет С Чувствами Приедет Вот Подсказка Вам На Ваш Вопрос Доведите До Конца Начатые Дела Такая Подсказка Не знаю Почему Такая Подсказка На Этот Вопрос Такая Подсказка Пока Что Доведите Начатые Дела До Конца Пока Что Так Спасибо Вам Спасибо За Ваш Вопрос Гравиман, Рождество, Таинство. Всех поздравляю. Волшебная ночь. Вас тоже поздравляем. Давайте теперь Оксана Иванчишина. Подсказки. Кому еще нужны подсказки, пишите подсказки. Сейчас когда всем дам подсказки, будем смотреть послания из будущего. Десять будет. Десять посланий. Это как общий расклад. Так, для Оксаны Иванчишиной. Сейчас я тут переключусь, ладно. Сегодня музыки нету, так непривычно. Кто не подписался, подписывайте, нажимайте на колокольчик, чтобы на эфирчики попадать. Вопросы же у нас за донаты. Я могу только подсказку дать. Только подсказку. Оксана Иванчишина смотрим. Так, Оксана Иванчишина. Послание на всех колодах. Оксана Иванчишина. Дайте себе отдохнуть. Ну, сейчас время как раз отдыхать. Так что дайте себе отдохнуть. Оксана Иванчишина. Хотя сейчас на работу, потом кому-то выходить. Ну, ладно. Так, вот это вот она сама, она сама перевернулась. Поэтому я скажу, да. Оксана Иванчишина перевернулась, она сама. Помощь придет с неожиданной стороны. Не отказывайтесь. Не отказывайтесь. Какая-то помощь к вам придет. Оттуда, откуда вы не ожидали. Не отказывайтесь. Примите эту помощь. Сейчас теперь вытащу сама. Так, Оксана. Не стоит затевать новые дела. Отложите все на некоторое время. Ну, это как раз таки то, что нужно отдохнуть пока что. Да, вот. Оксана Иванчишина смотрим. Относитесь ко всему проще. Еще чуточку проще. Проще, проще относитесь. Еще немножечко, чуточку. Так, для Оксаны Иванчишины смотрим. Расслабься. Не надо стучать в закрытую дверь. Расслабься. Пусть хорошая придет в твою жизнь саму. Ну, тут вообще классно. Хорошая пусть сама придет. Даже, ну, пусть так ко всем приходит. Да, классно. Так, из будущего для Оксаны Иванчишины послание. Если ты ждал знак от Вселенной, то это он. Действуй. Вам знак. Ну, не знаю, там, что надо, чего это касается. Ну, в общем, действуйте. Так, все. Подсказки всем дала. Эфиры по субботам? Да, эфиры по субботам. Эфиры по субботам на сегодня воскресенье. Вот такая вот получилась. Так, давайте сейчас напишу 10 посланий из будущего. Так, 10. Эй, ты чего не пишешь? На, все, я поняла. 10 посланий из будущего. В общем, выбирайте. Мне помощь необходима. Буду ждать. Классно. Пусть она поскорее придет. Помощь вам. Это здорово. Я вас тоже благодарю, что на эфирчике приходите. Давайте будем смотреть. Теперь послания из будущего. 10 посланий. Можете загадать любую цифру. 1, 2, 3, 4, 5. Можете загадать две цифры разные. Будет два послания. Период, какой хотите период. Я как бы послание из будущего. Я считаю, что это на данный момент, на сейчас. Послание из будущего. То есть, как бы, что мне надо сейчас. На что обратить внимание, что сделать. Ну, я так для себя думаю. Вы можете для себя как хотите. И период можете тоже, какой хотите, загадать. Только не сильно большой. Так, давайте, единички. Кто загадал 1? Нужно немного подождать. Ни о чем не беспокойся. Всему свое время. Это для тех, кто загадал цифру 1. Послание из будущего. Так, двоечки. Пора встретиться с друзьями. Вы давно не виделись. Уделим время. Двоечки. Троечки. Примя с благодарностью то, что происходит сейчас. Это тебе во благо. Троечки. Сейчас все, что происходит, все к лучшему. Так что не переживайте. Ни за чем. Четверки. Уделяй сну и отдыху больше времени. Тебе нужно восстановить силы. Четверки. Смотрите. Вам говорят больше отдыхать. Восстанавливать силы. Больше спите. Пятерочки. Побалуй себя. Сделай то, что дарит тебе радость. Это пятерки. Побалуй себя. В такой ванне полежать с пенкой круто. Шестерки. Шестерки. Ты счастливчик. У тебя все будет замечательно. Шестерки. Это вам. Семерки. Семерки. Перестань придумывать отговорки. Сейчас не время, нет денег, времени. Нужно все взвесить и так далее. Составь план и действуй. У тебя все получится. Так. Это у нас что было там? Разно. Семь, да? Восьмерки. Ой, купи то, о чем мечтал. Даже если сейчас это тебе кажется дорого. Купи то, о чем мечтал. Девятки. Разреши себе сделать перерыв. Переключи свое внимание на что-то другое. Ну, это типа йогой позаниматься, отключить немножко свои мысли. Десятка. Прислушайся к своим чувствам. Сделай так, как чувствуешь. Не сопротивляйся внутренней интуиции. Прислушайтесь к себе, к своим чувствам тут. Та же самая подсказка. Ай, я первая, Оксана первая. Классно. Угляди-ка. Доставить себе удовольствие. Побаловать себя. Классно. Так что балуйте себя. Делайте то, что вам приятно. Так, у нас есть предсказание же. У нас же предсказание на 2024 год. Кто еще не выбрал номер, вы можете написать. Свободные номера 20, 30, 42, 43, 45, с номера 49 по 87, с 89 по 100 и 104 номер. Можете выбрать. У меня это совершенно хорошо. Ну, то есть в начале которые номера, они уже на прошлых эфирах уже и забрали эти номера. Поэтому давайте пишите, кому какие нужны, и мы посмотрим предсказание на 2024 год. Если кому-то нужно. 77, да? Сейчас. Я пока буду искать. Можете тоже писать, кому предсказания нужны. На 2024 год. Доброй ночи, Айлин. Доброй ночи, доброй ночи. У нас предсказание на 2024 год. Свободные номера. Так, 20. Ну, в общем, сейчас я в 77 прочитаю. Можно 20? 20 уже нельзя, потому что у нас в начале... А, нет, 20 можно? 20, что нельзя такая... Что так уверенно говорила? 20 нельзя, еще чего. Сама сказала, что можно. Можно, можно. Так, давайте 77 сначала посмотрим для Лидика. Для Лидика. 77 предсказание на 2024 год. Смотрите. В этом году ожидается множество новых знакомств. Так что в этом году у вас будет много знакомств. Это классно. Пусть это будут самые лучшие люди в вашей жизни. Так, 77 забрали. Так, у нас свободные. Так, 20 уже занято тоже, да? Ох ты, расскажу, да. Да. Так, у нас 20 дальше идет. Ну, давайте, кто хочет два номера, давайте два номера. Пусть сегодня будет два номера. У меня их много. Пока только я буду искать. Потому что у меня их много вот, поэтому. Так, 20. Так, 20 у нас Оксана Ивановична. Оксана Ивановична, 20. Предсказание на 2024 год. Говорите «да» неожиданным возможностям. Говорите «да» неожиданным возможностям. Кто-то придет вам помочь. Скажите «да», 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 «давай, помоги». Что так долго идешь? Помогай уже. 42,88. 42. 42. Так, для Айлен. Айлен, 42. 42. Ваша улыбка откроет вам многие двери. Айлен, улыбайтесь. Улыбайтесь, будьте открыты, доброжелательны. И это поможет вам открыть многие двери. А то я тоже идем, в общем, в этом магазине. За продукты под Новый год же покупаем, да. Ну, там после Нового года там люди приходят. Какого там числа? Там 4-го, да, там, не знаю. 6-го. Идут, и мужчина такой. Вот такой сердитый тележку свою катит. Я так на нее внимание обратила. Думаю, нифига себе. Так что улыбайтесь, и улыбайтесь. Лучше улыбайтесь. Вот. Так безопаснее. Хорошо, Оксана, да. Так, люблю сюрпризы, да. Приятные, главное. Приятные сюрпризы. Так, 88, да, надо найти 88. Тут прям целый квест, чтобы найти 88. Сейчас поищем. Главное, вот 87 уже нашла. Но они не по порядку. В этом-то и фишка. Так было бы... Спушно было бы. Сейчас найдем. 88 мне свободно? Так, 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 так. Надо было разложить их немножечко тут. Было бы. Где-то близко ты должен быть. Нет, 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 не тут. А где? Я тебя где-то пропустила, что ли? Так, ну здесь. Улыбка у меня супер, это да. Ну вот и классно. Это здорово. Да, надо было разложить их немножко. Что-то я не могу найти и этот номер. Не могу найти 88. А, ну 88 же был же. Я же говорила, до 87, потом с 89. Не, 88 был еще там в какой-то там какой-то другой эфир. 88 же был уже. Другой давайте, другой. 45-й сейчас. 45-й же. А, он свободен, да. Ничего себе тут 70-е затесались. 45-й. 45-й для Лидика. 45-й. Предсказание, 2024 год. Вы сможете выйти победителем с давней ситуацией. Вы сможете выйти победителем с давней ситуацией. Отличненько. Отличненько. Так, 45-й. Ой, я вам, я это покачала вас чуть-чуть. 99-й. Крутая подсказка. Я расскажу, я вам расскажу. Айлин. 99-й. Предсказание на 2024 год. Врагов нужно любить. Их это бесит. Ну, как бы, я вам предсказание. Такое вам предсказание. Ну, кто хотел по два, вот. Вот такое второе. Ну, вот. Имейте в виду. Так, в общем, свободные остались предсказания. Номера можете написать. 30-й, 43-й, с номера 49 по 76, потом с 78-го по 87-й, с 89-го по 98-й, потом 100-й, 104-й. Вот. Как-то так. Намек понятен. Это не на ближайшее будущее. Это на 2024 год. Это предсказание. Можно мне 43? Можно, Вера. Добрый вечер. Сейчас посмотрим. 43. Я про победителя тоже догадываюсь. Лидик. Так, 43-е. Для Веры. Предсказание на 2024 год. Смотрите. Верьте, что все возможно. Такое 43-е. Верьте, что все возможно. У нас сегодня по два разных номера, поэтому можете еще какой-нибудь выбрать. Я вас качаю. Я вот чувствую, что я вас качаю. На столе же. Все, 43-е забрали. 43-е забрали. 99-е еще, Лидик, хочет. Извините, извините. Мне с вами так хорошо, что я зевать начала. Это не обман, кстати. Так и есть, учеными доказано. 49. 99, другое было. 49. Ну, 49, да. 49-е. 49-е предсказание на 2024 год. Для Лидика. Читаем. 50. Если вы будете искать в правильных местах, сможете найти хорошее предложение. Видите? Такое вот вам предсказание. Так что, ищите в правильных местах. Так, подумайте об этом. Ничего себе. Да. Даже такое тут есть. Вот так вот. Сама это все делала. Ну, предсказаний еще много, еще на следующую субботу хватит. Так что, пока все не раздам. Год длинный. Так что, интрига, да. Такие вот дела. Так что, давайте подписывайся. Если кто не подписался, нажимайте на колокольчик. На следующей недельке в субботу будут дальше предсказания. Можно будет выбрать еще что-то. Так, давайте сейчас посмотрим общий расклад. Что делать, что не делать, чтобы неделя была хорошая. Следующий, да. Это общий расклад. Так, что делать. И что не делать. Так, не делать. Три позиции будет. Чтобы в записи можно было посмотреть. И сейчас. Кто в эфирчике. Так, смотрим. Что делать, что не делать, чтобы неделя была хорошая. Три позиции. Первая позиция. Что делать и что не делать, чтобы неделя была хорошая. Что делать, чтобы неделя была хорошая. Ну, смотрите. Верить. Верить, что все получится. Идти к своим мечтам. И вообще можете написать список на этой неделе. Чего вы хотите добиться. Чего вы хотите достичь. Какие ваши цели. На этот год. Не знаю, на ближайшие там пять лет. На все, что хотите. Но вот на этот год можете написать цели. И на этой неделе очень классно, когда вы будете идти к своей цели, делать то, что вы хотите. Вообще делайте какие-то дела, которые вы давно-давно хотели, которые будут двигать вас к вашей мечте, к тому, чего вы хотите. Хотели там встретить супер-классного парня, но займитесь спортом, чтобы был пресс, например. То есть, ну, красивый парень тоже хочет красивую девушку, например, да. Или там хотели там перекраситься, но перекрасить. Напишите себе цель, чего вы хотите достичь, а потом распишите на маленькие цели, на подцели, что сделать, чтобы этого достичь. Переехать в другой город, например, да. То есть, там надо найти работу, накопить денег, ну, куча всякого такого. То есть, двигайтесь к своей цели, напишите список, чего вы хотите, и просто делайте действия. Неважно, большие или небольшие действия. Даже написав список, это уже действие. Что не делать? Ну, не надо расстраиваться, разочаровываться, если что-то не получилось. Вообще не надо расстраиваться. Если подсказнулись, яйца разбили, ну, и фиг с ними, с этими яйцами, там еще парочка целых осталась. То есть, как бы, не расстраивайтесь из-за того, что что-то у вас не получается, что что-то вы сделали, и результат вас, как бы, не обрадовал или огорчил. Ну, сделайте по-другому. Попытайтесь еще раз, но, как бы, уже будете знать, что так не надо. Вот и все, как бы, не расстраивайтесь. Учитесь на своих ошибках. Так, кто загадал вторую позицию? Что делать, чтобы неделя была хорошая? Что не делать, чтобы неделя была хорошая? Что делать, чтобы неделя была хорошая? Нужно вообще со всеми ровно общаться, ни в какие конфликты не втягиваться, наполняться, отдыхать. Вообще такая вся, как будто йогой занимаетесь, там, не знаю, внутри полное взаимопонимание, и чтобы то, что там снаружи бы не происходило, вы такая довольная, счастливая идете в своем мире. В общем, то есть у вас внутренняя гармония должна быть ничего, пусть вас не выбивает из вот этой вот колеи. Вам нужно внутреннюю гармонию соблюдать, наполняться, не реагировать, если вас будут цеплять, если вас будут провоцировать, вообще не реагировать, ушли и игнорьте, игнорьте весь негатив. Слушай, а что вам не нужно делать? Вам не нужно все контролировать, что происходит вокруг. Контролировать, контролировать вот это все вам не нужно. Не нужно высказывать свое мнение, что должно быть так и все, и по-другому. Это вообще ошибочное мнение по-другому, только одно верное, да? То есть не нужно ничего доказывать, не нужно придерживаться каких-то жестких правил, не нужно. Не держите себя в вежевых рукавицах, расслабьтесь, не нужно этого делать. Как бы так вот. И не поддавайтесь на манипуляции других людей. Третья позиция. Что делать, чтобы неделя была хорошая? Что не делать, чтобы неделя была хорошая? Что делать, чтобы неделя была хорошая? Ну, если вам что-то не нравится, разрушайте это просто. Не надо дальше это все создавать, поддерживать. Если у вас есть разбитая посуда, выкиньте нафиг. Ее разбитого не должно быть дома. Если вы уже не хотите терпеть какие-то отношения, да, то, как к вам относятся, ну, перестаньте терпеть, выскажите все, расстаньтесь там, знаю, уйдите там оттуда, где вам не нравится. Если будут какие-то конфликты, там, драки, не знаю, все что угодно. То есть уходите оттуда и все. Не общайтесь с теми людьми, которые затягивают вас в негатив, которые провоцируют вас там на то, чтобы поругаться или что-то там. Ну, их нафиг, в общем. Все, что вас разрушает, вот это вот вам вообще не нужно. Выбросьте это, избавьтесь от этого. Можете, кстати, почистить дома пространство, посмотреть, что надо выкинуть. Что не нужно делать? Не нужно пока начинать что-то новое. Разберитесь со старым массом. Для нового нужно освободить вообще место как раз-таки. Вот вы можете это все и сделать. Разберитесь, выкиньте лиц, не нужный хлам. То есть новое пока на этой недельке не начинайте. Ну, попридержите пока. Не открывайтесь миру полностью. Вот немножко присмотритесь, понаблюдайте. Не будьте открыты слишком людям другим. Понаблюдайте. Чтобы новое пришло, нужно сначала расчистить. Это правильно. Ну, вот такой вот общий раскладик получился. Ну, и у нас всегда такие расклады, какая будет неделя, и общие вот эти вот 10 посланий из будущего. Это как бы все, каждую субботу, поэтому на недельку такие подсказочки. Вот. Как раз тарелку разбила. На счастье. Я всегда говорю, на счастье. Чтобы не случилось всегда, на счастье. И как бы с радостью это выкидываю. Я вообще не переживаю. Поэтому это все нормально. Это нормально. Значит, время пришло этому случиться. Поэтому прощайтесь с такими вещами легко. Так что так. Ну что, кому еще нужны подсказки? Все подсказки получили? Я жива одна, посуды много. А мы же переезжаем часто, поэтому у нас посуды мало. Мы берем, с собой брали всего две тарелки. Там, ну, всего по чуть-чуть, в общем. Все сказать две ложки, потом думаю, не, не две же. Но маленькие две. Большие, наверное, четыре. Вот. Подсказку можно, да? Сейчас достану. Ну, сейчас уже тарелок больше. Мы приехали, пришлось еще две купить. У нас их всего четыре. Каждому по две тарелки. В этом году хотела купить еще, но остановились. Мы остановились. Больше не стоит. Подсказка для Лидика. Подсказка. Время сделать передышку и набраться сил. Вот сейчас время отдыхать. Набраться сил, подумать, собраться с мыслями, чего мы хотим, как мы хотим. И отдыхать, 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 чтобы много сил было со всем справиться. Загадала там вопрос. Ну, хорошо, переложите на себя эту подсказку. Это, видимо, от человека отдыхать. Ну, наверное. Да, просто отдохнуть. Ой. Жарко становится. Когда я выхожу в эфир, мне становится жарко. Но открыть я не могу окно. На улице минус 25, поэтому... Ну-ка, латунчик прям там вообще не открыть. Пишет, встретимся, а потом пропадает. Ну, это не хорошо, когда так делают. Ну, представьте, ну, это нормально, разве человек ждет, а потом... Ну, это не очень. А вы тоже так же с ним поступайте, как он с вами. Точно так же с ним поступайте, чтобы он почувствовал. Как это? Мне кажется, у него еще есть женщина. Ну, знаете, когда вам кажется, то это значит, вам не кажется. Вот. Я думаю, так. Потому что, если человек ваш, то у вас не будет сомнений. Он не даст вам как-то вот, не знаю, у вас не будет сомнений просто в голове. Если у вас есть сомнения, то это уже... Вот это не те отношения. Поступайте с ним так же, как он с вами. Это, кстати, может на какое-то время получиться. Его заинтриговать. Вот этим. Если вы будете так же относиться, как он. Пусть у него тоже закрадутся сомнения, что у вас тут есть. Вот здесь, собственно, Анна с донатом, да? Хорошо. Я ему первое не пишу. А тут вы пообщаетесь так же, как он с вами. Напишите, что... О, у меня там время освободилось. Тогда-то тогда. Давай светимся. Он там все дела отложит, все. А вот такая база прям перед этим облом. Ой, слушаю, у меня тут, в общем, так и так. Не рассказывайте, что конкретно. Ну, тут как бы дела нарисовались. Ну, не могу я, да, в другой раз. Ну, то есть... Ну, вы тоже так же, типа, работа подвернулась. Не могу. Так же с ним сделайте. Немножко вы попровоцируете. Он попадется на эту удочку. Нервы ему потреплите, если хотите. Ну, а так... Это единственное, что вы можете сделать, мне кажется. Лимонад мой остыл уже без газов. Научат, как нужно жить. Ой, я много чего могу рассказать. Да. Ну, вот. Хотите слушать, а хотите нет. Делайте так, как хотите, все равно, в любом случае. Чувствование у него кто-то есть. Женщина она всегда чувствует. Вот вообще прям... Это точно. Всегда. Анна, я вижу донат. Я сейчас отвечу. Иначе не пропадал бы. Да, да, да. Он бы вас вообще не оставил бы одну. Он бы сам бы вас ревновал и думал, где вы с кем и почему там. Он бы сам скучал. Когда человек любит, он хочет смотреть на того человека, которого он любит. Он постоянно хочет быть рядом. Тут как бы нету такого, что хочу на душу, хочу приеду, хочу нет. Как бы очень много общения, когда человек нравится. Так, для Анны. Смотрим донат. Нифига себе. Вышел мужчина. Вышел мужчина. Это такой мужчина, который... Это такой мужчина, который думает, что он всегда прав. Что вот его мнение единственное праведное. А остальное все вообще неправильно. Остальное все глупые. Только он все знает, как все должно быть. А, Лиди Клана мужчина какая-то. Да, мужчина. Да, такой, блин. Сам себе на умеет. Что он испытывал? Что он испытывал? Что он испытывал? Он испытывал соблазн, как будто сделать ошибку. Он знал, что это ошибка, но он хотел это сделать. У него это потому, что был большой соблазн. Или отомстить хотел, да? Или вот как-то вот проманипулировать. То есть показать свою власть. Такое вот. Нехорошее по дьяволу. Он... И главное, он знал, он знал, что это неправильно, что это опять же грабли, это опять же будет ошибка. Но он хотел. Он хотел вот это вот, вот внутри у него вот это вот червячок такой, блин. Хотел вот такое сделать. Не, не додавить хотел, а именно хотел это сделать. То, что сделал, то, что он сделал, он хотел сделать. Он знал, что это неправильно. Он вообще знал, что это неправильно, то, что он делает. Но он хотел сделать. Это как ангел и демон сидят на плече. Один, тот, другой, да? Один говорит, давай, давай, ты же этого хочешь. А тот говорит, нет, нет, ты же знаешь, что это будет ошибка, что это неправильно. И он такой, блин, блин, кого послушать? И вот послушал, короче, нехорошего. Но вовремя хорошее его остановил. Но здесь так. Он знает, что это ошибка и что он это совершил. Но он знает, что он поступил неправильно. Он как бы знает это внутри. Он знает. Но он не сожалеет о том, что он сделал. То, что вот эта ситуация случилась. Вот. Он нифига не жалеет. Нет. Вообще не жалеет. Вообще какой-то засранец. Здесь так. Какой-то такой, знаете, блин, с характером. С не очень хорошим характером мужчина. Хитрый такой засранец. Так хочется сказать. Он, наоборот, доволен. Он хитрил как-то, чтобы эта ситуация получилась. И он, наоборот, с собой доволен, что да, я там. Ну, как бы он знает, что он сделал плохо. Но он с собой доволен. Какой-то вообще, ну, как бы, нехороший человек, мягко говоря. По его характеру. Ну, вот, как бы, вот такой какой-то. Что еще про него там спросить? Так. Ну, прям вообще какой-то вообще. С ним лучше нафиг не общаться. У него в голове свой мир. И он там вот может отомстить. Возможно, что он злится до сих пор. Ну, нет, уже не злится. Эта ситуация, которая случилась, она помогла ему выплеснуть эмоции, которые он, может быть, сдерживал, да. И все, этого отпустила. Не злится он до сих пор. Он сейчас занимается своей... У него на голове работа. Работа и как достигнуть того, чего он хочет. Вот какие-то у него там свои заморочки. Что-то у него не получается. Не получается кайфануть так, как он хотел. Не получается получить то, что он хотел. И вот он старается, работает, думает, как сделать так или так, чтобы добиться желаемого. Вот у него сейчас эмоции туда направлены. Как-то вот так. А вот на вас он эмоции выплеснул, все, он его отпустил. Вот он решил заняться вот этими делами своими. Но видеть вас ему тяжело. Я так сказала. Видеть вас ему тяжело. У него внутри такие двоякие чувства. Да. Знаете, какие чувства у него внутри двоякие? Когда вот он вас видит, ему прям тяжело внутри. Он чувствует такие, что... Как сказать-то? Мягко. С одной стороны, к вам такое уважение, и вы такой значимый человек. А с другой стороны, что вот он все нафиг раскидал, разбросал, разгромил все своей вот этой силой бы, разрушил. То есть какая-то вот агрессия с одной стороны, а с другой стороны уважение. Такие смешанные чувства. И как бы, вот, то, что вы значимая женщина, а с другой стороны разрушил бы нахрен все вот этим своим взрывным характером. У него эмоции такие. Ну, как бы, вот, к старой хожу и прячусь. Тяжело видеть, да, потому что у него внутри вот эти бушуют чувства, как бы, злость и уважение. Злость и уважение. То есть, блин, как она смогла, да как она, да я. Вот у него вот такое все. Но он это не злится. Он как бы, он-то, он эту ситуацию уже пережил. Уже такого нету. Но ему просто внутри тяжело. Внутри тяжело вас видеть. Вот это в нем борется. Ну, а так он ситуацию это пережил. Не, я думаю, больше вспоминать не будет. Пойдете дальше. Дальше. Зависит от ситуации, конечно. Ну, как-то вот так. Да нет, он не наблюдает. Он не наблюдает. У него, он как-то занят другими своими мыслями. Как сохранить то, что имеет. Как получить то, что хочет. Какие-то жизненные такие дела, которые у него там что-то решает он. Нет, а вас, а за вами он не наблюдает. Но вот увидеть вас ему будет тяжеловато внутренне, как мужчине. Когда вот его самооценки вот этой проехались, да, немножко. И вот у него внутренний такой дисгармония, конфликт. А так он нет. Он все нормально. Он выплеснул вот эту вот энергию, как будто она у него вышла. И вот эти эмоции в тот момент, в этой ситуации. И все. Сейчас он занимается своими делами. Это отпустил уже. Да, он переключился. Он уже переключился, и все. Это вас ничего не скрыть. Да ладно. Я, бывает, вообще перед своим носом ничего не вижу. Зато я в своих отношениях. Мне надо четко сказать несколько раз, что нужно. И я еще задумаюсь, а действительно ли это правда? Ну, то есть, как бы, по-разному бывает. Что-то еще про него спросить. Что-то еще надо. Или все понятно. Да. Пассивный мужчина, конечно. С характером. Трижело. Если что-то добавить, уточнить, напишите. Сейчас я посмотрю. Подсказку на ваш вопрос. Подсказка на ваш вопрос. Устройте себе отдых. Вот. Устройте себе отдых. Отдохните. Сейчас что-то сегодня все эти подсказки про отдых в основном. Доставьте себе удовольствие. Устройте себе отдых такой. Так что отдыхайте. Вот. Так что... Так что... Этот мужчина с шеей заболел. Так, кто у нас подсказки... Ой, предсказания на 2024 год. Кто еще не получил предсказания. Вот они. Я тут их разложила. Остались номера 30-й. С 50-го по 76-й. С 78-го по 87-й. С 89-го по 98-й. С 100-й и 104-й. Можете написать номера. Я прочитаю. Я устроила отдых. Пока он мне... А? Сейчас. А, пока не было. Ничего себе. Ой. Да, я... У меня тоже была такая ситуация. Знаете, такая очень опасная ситуация с мужчиной. Когда мужчина влиятельнее. Когда мужчина привык к женскому вниманию. Когда он привык, что женщины ему вообще, в принципе, не отказывают ни в чем никогда. Им очень тяжело получить отказ от женщины. И они немножко такие агрессивные могут быть. И сделать какую-нибудь пакость могут быть. И при том серьезную пакость. И чем больше у него должность и возможности, то тем большую пакость могут сделать, короче. Тут иногда опасно. Главное, что вас там не было. Когда он там снес это все. Так, что ей мешает-то? А, ну номер, номер, номер. Если нужно, напишите, да? Я скажу. Вот. Сейчас донаты проверю еще раз. Все, донаты вроде все сказала. Ставьте лайки, кто лайк не поставил. Мне будет приятно. Подписывайтесь. Нажимайте там на колокольчик. Чтобы эфирчик не пропустить. Номер 66. Сейчас посмотрю. Да, поэтому лучше, знаете, вот... Не знаю, что лучше. Лучше встречать таких или не встречать. Думают, о, там богатый, крутой, там при какой-то известный, там, да, или какой-то там депутат, не знаю, при должности. А потом вляпываются, а потом думают, е-мое, а как же от него отделаться? То есть разные бывают ситуации, как бы, вот... Поэтому надо аккуратно. Мы рядом живем, нифига себе, да еще и так... Ну, ничего. Смирится он, пусть, пусть смирится. Так, Анна, номер 66. Номер предсказания, 2024 год. Будет денег очень много и успешная дорога. Смотрите, супер! Будет денег очень много и успешная дорога. Супер, супер! Так, 66. Собрали. Классное тоже предсказание. Мы делали предсказание. Мы, короче, решили... Я решила. Я же люблю такие дела. А у меня там моя коллега по работе подхватила. Я какую-нибудь идею дам. Мне что нравится, я какую-нибудь идею дам. Она сразу говорит, давай, давай все сделаем, давай, давай. Я, в общем, тоже предсказания на работе вот эти решила делать. Сначала мы сделали на работе для всех. Потом я сделала еще здесь, дома тоже, чтобы были для вас. Беру вас с собой в дорогу. Поехали. Поехать бы нам всем отдохнуть. Да? Карта советует отдохнуть. Сейчас бы всех куда-нибудь на теплое море. В красивое место. Было бы классно. Там и карты бы разложили, на всех бы все посмотрели. И просто бы отдохнули. У нас был корпоратив. Я не ходила. Я не хожу. Ну, тут такая ситуация, что не стоит. Даже свет не включаю. Ничего, ничего, научитесь потихоньку успокаивать свои, контролировать эмоции. И будет все нормально. Эмоции контролировать тоже надо учиться. Блин, хотя это сложно. Лучше не видеть, конечно, таких людей. В некоторых случаях приходится уезжать как можно дальше. И на работе почему говорят, что не нужно заводить вот эти романы на работе. Ничем хорошим не кончается. Так и есть. Потому что, скорее всего, женщине придется уйти. Потому что, если там кто-то будет внимания там уделять, да, мужчина, женщина, скорее всего, женщине придется потом уходить, если что-то не сложится по работе. Поэтому. Ой, кошмар, какой еще и в погонах. Я говорю, чем сложнее, тем, чем он вроде как бы крутой, да, тем сложнее от него потом это. Немножко отойти. Надо это, занавески такие, шторы, темные шторы, чтобы не было понятно, что там, как там дома. Ой, извините. Я когда зеваю, значит, мне хорошо. Мне комфортно. Учеными доказано это, кстати, поэтому... Лимонад остался с Нового года. Богатый. Богатый. Девчонки сами уже тут болтают у меня. Заходите в Телеграм, какого еще нет в Телеграме. Я хотела сделать группу, чтобы вы вот так вот там могли между собой болтать в Телеграме. Но что-то пошло не так. В этой группе, которой сейчас, там нельзя, по-моему, болтать. Только можно ставить реакции там на... Ну, на сообщение. Проверять не буду, хорошо. Лучше не проверять, да. Вопросы есть? У меня эта штука что-то перестала работать, которая должна появляться. Какие вопросы там? Кому еще вопросы? Так, вопросы... Кому еще нужны подсказки? Пишите подсказка. Подсказка у нас на... Ой, у меня батарея 5%. У меня сейчас сядет телефон. Я пока телефон на зарядку. Кому нужны подсказки, пишите подсказки. Или просто подсказка. Ой, у меня тут уже 4 розетки, 5 розетка. Хорошо, что их там 5. Надо было сразу поставить на зарядку. 5% начал светиться уже. Так, кому нужны подсказки, в общем, пишите подсказки. У нас 5 колод. Если подсказки на всех, то пишите подсказки на всех. Девчонки, смотри, уже переписываются между собой. Да, надо сделать группу. В телеграмме можете общаться в этом. Там, Лидик, есть еще, да? Так, для Елены. Для Елены. Подсказка. Общайтесь только с позитивными людьми. Елена, это подсказка для вас. Общайтесь только с позитивными людьми. Ну вот. Кому еще нужны подсказки, пишите подсказки. Кто не подписан, подписывайтесь. Нажимайте на колокольчик. Елена, пожалуйста. У нас эфиры по субботам. И номера. У нас есть предсказания на 2024 год. Если вам нужно предсказания, то свободные номера. Сейчас скажу, вы там пишете какой-то номер. Свободные 30. С 50 по 65. С 67 по 76. С 78 по 87. С 89 по 98. С 100 и 104. Вот. У Лидика скоро день рождения. Ничего себе. Классно. Подождите меня, я донат кину. Кидайте. Кидайте. Хорошо. Ник там немного другой. Ну, короче, это... Девчонки уже сами тут. Молодцы. Молодцы. Нашли общую тему. Сейчас они там пообщаются. Молодцы. Я бы сейчас удовольствием погадала с вами, но у меня наличка. Да. Так охота погадать на них. Да. Вот если у вас есть карта, вы можете сами тоже разложить дома. У меня, кстати, по рунам тоже там можно прочитать в интернете. Также вы можете и по картам найти, прочитать. Ну, там, конечно, не все значения. Что-то может подойти, что-то нет. Но вы можете почувствовать просто, когда карты будете раскладывать. Ё-моё, кто вас задавить хочет. Ха-ха. Сейчас девчонки разберутся со своими мальчишками. Я образами могу, да. Ну, вот образами. Все по-разному, все по-разному смотрят. Образами тоже, да. Образами тоже все будет. Все можно, все можно. Можно все. Ограничений нет, тормозов нет. Не ограничиваем. Почему у меня дьявол на него с вами выпадает? На него с вами. На кого на него с вами? Намек для реализации. У вас выпадает дьявол на него? Дьявол — это всегда зависимость. Это какие-то проверки. Это то, что нужно пройти. Или испытания из прошлого еще. Или зависимости. Отвязки, привязки. Вот эти все. Зависимые отношения. То, через что нужно пройти. То, с чем нужно расстаться. То, что нужно понять. Где ошибка. И все. И не возвращаться. Дьявол часто для проверки. Потом приходят еще. Дьявол у нас с вами. Проработать что-то надо. Проработать. Может быть, удовольствие определенное. Дьявол все для удовольствия. Может быть, нужно проработать удовольствие. Может быть, вы себе не разрешаете что-то. А нужно. Или подьявол. Подьявол, я говорю, может быть, это просто зависимости какие-то. Это такая ситуация, когда люди должны что-то проработать. Что-то понять. Ну, нравится, например. Ну, я с покупкой скажу. И идешь в магазин. Ну, там классный телефон. Ну, такой красивый. Такой красивый. Но ты не можешь установить туда определенные функции. Ты об этом не знаешь, когда покупаешь. Просто тебе нравится. Он красивый и все. Ты даже не разбираешь, что да как. Что он поддерживает, не поддерживает. Ты его покупаешь. Идешь домой счастливо. Приходишь, там нифига нельзя установить. Вот это дьявол. Потратила деньги. Пожалела. Кайфанула на время, потому что получила то, что хотела. Также с красивыми парнями. Получила то, что хотела. А он тебя бросил. Ну, ты же кайфанула. Ну, как бы, а дальше сама разбирайся. Или там, например, нельзя. Отношения невозможные, а хочется. И вот это вот соблазн. Мужчина, например, не свободен. И нужно вот... И он постоянно, если ты не пройдешь это испытание, а вступишь с ним в связь, например. Также и расставание. И когда не могут друг от друга разойтись. И когда, например, и вместе не могут. И порой не могут. Это тоже по дьяволу. Через это нужно пройти. Это определенное испытание. Тут много чего может быть. Да. По этой теме. Да пишите. Пишите здесь. Че я могу не разрешить? Че я могу не разрешить? Пишите. Я вообще бы говорю, встретилась бы с вами, да? Я только не знаю, тут даст ли написать. Пусть полисадник мне вернет. Да, Айлен, сейчас посмотрю донат. Ой, ангел-хранитель. У меня вон там ангелы-хранители лежат. Ну, это подсказки, правда, ангелы. Сейчас я вам доставлю специально. Я на эфирах обычно их не беру. Ить! Я здесь. Ну, я как бы вот... Советы от ангелов-хранителей я вам потом как бы в конце дам. Я их не беру на прямые эфиры, но... Потому что вообще уже шесть колод будет. Я так всем не успею. Вот. Это вот вам на этот... В конце эту подсказку еще дам. Так, сейчас посмотрим. Так. Что скажет ангел-хранитель? Да, это в конце, да. Поторого это посмотрите. Да, я посмотрю. У меня вот и такое, и такое. Это все торого это. Так. Здесь прям с самого начала вышла жрица. То есть здесь вот эта колода не скажет. Здесь что-то... То, что не нужно вам еще знать. Вы чего-то не знаете. Здесь какая-то тайна, которую вы не знаете. Скажет мне, что не знает. То, что стабильных отношений тут не будет. Как раньше, не будет. Это уже все разрушено, разбито. Нет, даже если и были какие-то раньше отношения, когда была любовь, переписка, да. Когда вы наполняли друг друга, влюбленность была, когда вместе было классно, да. То такой период пришел. Знаете, когда, например, бывает одно заканчивается, другое начинается, да. Здесь как будто закончился этот период благополучия. Благополучных отношений, когда вы могли еще отсутить, имеется, да. Например, ну все было хорошо. Вы друг друга понимали, могли получать удовольствие. Вот этот период заканчивается. Начинается новый период, когда вы несерьезно к друг другу относитесь. уже легкомысленно делайте какие-то поступки которые могут отдалять вас друг от друга когда вы уже холодны друг другом и когда уже отношении все закончились и окончательно то есть новый период вот такой какой темный видите когда все уже уходят разошлись и все закончилось вот такой период начался когда все было классно это все закончилось это все закончилось вот на этом моменте ну это такой момент найти если жизни если вы с вами сидели батали в кафе я вам сказала что не стоит вообще вообще забейте на него и вообще не вспоминаете пошел нафиг то есть мужчина не мужчина когда такое делает это уже все это же и оправдание тут нет не важно алкогольный алкоголь не важно потому что если например если бы у вас было ребенок и это космос ребенка и не дай бог там что-то случилось бессимуне то я вы никогда по себе не простили не его не себя не то есть это серьезно потому что когда это касается вас это это как бы предупреждение вам это вот это предупреждение лучше, когда придет вовремя. Ну, это, конечно, такое предупреждение. Может быть, раньше уже были какие-то намеки, да? Но это когда уже такое предупреждение, это уже когда вы не видите, или когда вы закрываете глаза на то, что уже что-то предвещало, что что-то было, что уже нет, а не сохранить. У меня бумажка сейчас вот горит. Не важно, сколько лет этим отношениям, не важно вообще просто, это не важно, сколько лет, просто когда такое отношение, это когда человек уже не ценит, не любит, не уважает. И что бы он после этого не говорил, давай сохраним наши отношения, давай там будем вместе ради ребенка. То есть, ну, это я как пример вам привожу, да, может, у вас нет детей, я просто говорю. То есть тут все, что угодно может быть, это сначала даже может говорить, если ты меня бросишь, я покончу жизнь там с собой. Все это херня, короче, это все манипуляция. Если человек так поступил, ну, значит, пришло время, значит, вам нужно уже идти отдельно. Значит, вы все, что могли, то есть этот человек вам не на всю жизнь был дан, а для каких-то определенных, не знаю, ситуаций, для опыта, чтобы вы что-то поняли, чтобы что-то проработали вместе, может быть, в прошлой жизни, может быть, вы должны были что-то отработать за что-то из прошлого, за себя или за кого-то из своих родственников. То есть должны были отмутиться, да, как так сказать, и потом сейчас вам говорят, все, иди дальше, давай уже оставь его позади, иди дальше вперед, у тебя там новое ждет. То есть, а многие люди, они бывают вот так вот живут ради детей, например, да, ну, ну, всякие ситуации бывают. Вот. Почему это с вами произошло? Да, потому что вы как будто уже отработали. Вот эта вот борьба, она закончилась. Все. Вам тут уже все, уже ничего нет. Да, все закрыто. С ним, с ним пути ваши разошлись. Все, точка тут, все. Да, ну, эмоционально, конечно, это да. Смотрите, у вас тут открываются новые возможности, с ним все заканчивается. Открываются новые возможности, когда вы можете идти в новое. У вас тут и туз кубков, и туз пентаклей. То есть, вся вот эта черная полоса, она закончилась. Вот вы отработали все вот это вот, когда вот ничего хорошего уже не будет. Сейчас у вас начинается, вот смотрите, здесь и шанс на новые отношения, на новую любовь, на получение удовольствия, то, как вы хотите. Наконец-то можете уделять время себе, внимание себе. Научитесь прислушиваться к своей интуиции, даже если это тяжело. научитесь делать правильный выбор. Тут как бы у вас еще долгий путь еще, еще очень много всего будет интересного, новая интересная жизнь, так сказать, начинается. Поиском заниматься работой будете. Работу вы найдете, занимайтесь поиском работы. Вот как бы я сразу на работу, первая карта на работу, вы найдете работу. Ищите, не останавливайтесь, даже если вам отказывают. Еще раз туда, если вы хотите, туда, ну, переделайте там свою резюмешку, сделайте как им надо, узнайте, если вы хотите, в то место, в которое вы хотите, и вас туда возьмут. То есть, если вы будете стараться, пытаться, тут работу вы точно найдете. Да. Когда уйду, переживаю, как это временный период будет проходить. Нормально будет проходить у вас временный период? Приходите на эфир и поболтаем, я вам расскажу. У меня был такой период. Главное, отвлекитесь. Вы будете заниматься работой, занимайтесь работой, занимайтесь собой, делайте то, что вы давно хотели, о чем вы давно мечтали, о чем вы в детстве мечтали, кем вы хотели стать. Я вот знаю, кем я хочу стать. Я когда, знаете, вот когда мы на работе, вот я пришла на новую работу, на это, и когда меня спрашивали о чем-то, я как есть, так и отвечаю. И у нас какая-то тема была, кем ты там хотела быть. Одна говорит, вот мне папа не дал быть тем, кем я хочу, я хотела быть вот этой, да, вот он скажет, что там не заработаешь, типа иди туда. А я знала, кем я хочу. Я им сказала, они так на меня посмотрели, переглянулись, но они уже знают, что я могу что-нибудь такое сказать. Я в своем мире, у меня есть такое чуть-чуть. Иногда я могу и тут, и там. И как бы вот, я говорю, да, я знаю, у меня так и есть, так вот. И сейчас уже некоторые видят, что это действительно так и есть. Ну, как бы я надеюсь. Хотя они видят больше, чем я. Я не очень-то это вижу, но они уже об этом даже говорят. Поэтому. У вас сейчас есть время заниматься тем, чем вы хотите. Вы понимаете, вы можете сделать все, что вы хотите. Это вообще супер время. Когда вы расстаетесь, вы что? Ну, вообще не надо переживать об этом. Потому что не нужно жалеть и переживать о том, что в будущем вас могут побить еще сильнее. Знаете, у меня было такое, когда я тоже расставалась, и когда я думала, правильно ли я делаю. Да, ну, бывает такое, когда человек становится белым и пушистым, говорит, что, ну, ну, как бы, в общем, хочет восстановить отношения и все дела, да? Вот, что он такой весь белый и пушистый. На самом-то деле, вы же знаете, что это не так. Ну, после того случая. И вот, я как-то с подружкой пошла. Тоже вот она к женщине ходила, которая то ли на картах смотрела. Я не помню. Это было так давно. Я просто за компанией. У меня так, знаете, два раза было. Я просто за компанией шла, она ей просто страшно было, и она одна, и она как-то, у нее там свои дела, проблемы. Я за компанией. У меня так получалось, что меня всегда за компанией тоже принимали. И мы такая, сижу рядом с ней, а она такая, хочешь, я тебе расскажу? Я говорю, ну, как бы, я просто так, как бы. Вот. И если ты сделаешь так, как будет, и так, как не будет. Так что, в любом случае, если у вас уже один раз случилось, дальше будет только хуже. Поэтому, что переживать, как вы это переживете, классно переживете, радуйтесь, что ничего хуже с вами не случится, что вы вовремя, вовремя остановились, вот эти, вовремя эти отношения закончили. Наоборот, классно, вы можете делать то, что вы хотите, вы можете купить то, что вы хотите. Наверняка, она вас в чем-то ограничивала, вы не могли себе что-то позволить. Поэтому, да это же, вы что, это такой кайф. Сейчас вы, наоборот, начнете прислушиваться к себе, делать то, что вы хотите, наконец-то. И ни перед кем вы не будете отчитываться, ни у кого ничего спрашивать. Это же классное время, которое вы полностью можете посвящать себе, тем более на новой работе, вы встретите новых людей. Это новое впечатление, это новое знакомство, это вообще супер. Вам не нужно жить вместе. Это я вам сразу говорю. Это плохое, это плохое решение. Это плохое решение жить вместе. И если у вас есть возможность жить не с ним, то лучше жить не с ним. Можно на время к подружке, можно, ну, к родителям, наверное, не очень, да, не каждый раз родители начнут на мозги капать, что там у вас, там туда еще дыли, как-то родителям не охота это все рассказывать и объяснять, как-то я это понимаю, потому что, ну, родители даже с благими намерениями, они могут немножко вам мешать. Я не имею в виду мешать чем-то таким, просто они могут не дать вам время вот это вот подумать, обдумать, вот это все. Вообще классно было бы снять жилье. Я понимаю, что нет работы, ищите, вы найдете, вам было бы классно снять жилье отдельно. С родителями всем будет сложно, тяжело объяснить родителю. Мне тоже было вот, ну, я понимаю, очень тяжело это объяснить, очень тяжело, давление очень будет от родителей. Поэтому снимайте жилье, как можно быстрее найдите работу, как можно быстрее. Вы можете найти работу, ну, найдите работу. Вы найдете работу, это я точно знаю. Тем более, такая карта у вас вышла, вы что? И как можно быстрее поставьте себе цели, как можно быстрее, потому что ничего хорошего не приведет, только сомнения, нервы трепать будет. Поэтому лучше сразу съезжайте. Если, если это как бы, я не знаю, что у вас за квартира, его ваши, да, как там, что обстоит, дела, если это ваши, то его выгоняйте. Если это не ваши, то лучше съезжайте, прям сразу. Лучше, знаете, лучше на пару дней уедьте к родителям, прям все собрали, все с концами вообще нельзя рядом вместе находиться. Съезжайте к родителям на пару дней, за это время найдите жилье, там, не знаю, займите денег, например, да, на первое время, и все. Скажите, что хочу быть самостоятельной, найти работу, и все, отдадите потом, это нормально. Главное, не надо, вы потом привыкнете, вы потом не сможете, у вас потом новые зависимости, начнутся новые переработки, нафига вам это надо? Ну, то есть, как бы, вот, компенсацию выплатят или не выплатят, это уже зависит от того, что вы будете делать. То есть, я не знаю, можно пойти в милицию, подать заявление, можно, ну, там, в общем, от ваших действий зависит, я же не знаю, вот это все обстоятельства и последствий, поэтому тут уже вам надо самой это все. Ну, это, конечно, неприятно, но за это надо просто взяться, начать. Я бы вам не советовала жить вместе вообще ни дня, вообще абсолютно никак вообще. Вот. Так что, самое лучшее, это съехать и быть самостоятельным, тогда вы быстро мысли в порядок приведете и быстро найдете работу, потому что вы не будете ни у кого на шее сидеть, вы будете чувствовать, что вам нужно платить за квартиру вообще-то, на первый месяц возьмите у родителей, займите. Вот. И работайте. Сразу ищите работу прям. Да, у меня было такое в жизни, у меня было такое в жизни, да, я очень все серьезно было. Я тогда была не одна, я тогда была с ребенком, у меня ребенку еще годика не было, по-моему. Вот. Тогда. Поэтому вот. Я знаю, что это сложно, но лучше вот вы ударитесь в работу, заниматься собой, поиск квартиры, работа, это же так увлекательно и интересно. Нет. Займите деньги на месяц, и все. И вы быстро найдете работу. Поэтому даже не сомневайтесь, собирайте свои вещи, и все. Так что так. Это лучший символ будет для вас, как можно быстрее найти работу. Когда будете искать работу, как раз таки ищите рядом жилье. Было бы классно, если бы вы нашли жилье рядом с работой. Потому что тратить на дорогу до хрена времени, это очень-очень выматывает. Поэтому, когда работа рядом, живем, конечно, было бы классно вам. Было бы здорово. Вот. Давайте посмотрим. Так. Вот. Что он скажет. Ну, не знаю. Я бы прочитала это так. Занимайтесь своим домом и идите к своей мечте. У вас какая-то мечта. Может быть, она была. Вспомните. Вспомните, о чем вы хотели, о чем вы мечтали. Может быть, думаю, есть это ваша мечта. Из детства. Из детства. Вот. О чем вы хотели в детстве? О чем вы мечтали в детстве? Идите. Идите туда, вот к этой цели. Просто вот вспомните, чего вы хотели. Сейчас посмотрю еще подсказку. Работа по интернету вам тоже выходит. Это очень классно. Вы можете и фрилансом заниматься, и по интернету. Работать из дома, вот если вы мечтали, идите. Да. Это то, о чем вы, вот это вот 100% получится. Подсказка на ваш вопрос. Смотрите. Устройте себе отдых. Всем советую отдых. Все так заморочились, да, с этим Новым годом, видимо. Все так устали, столько всего происходит. Вообще, это год изменений. Принимайте все, что происходит, делайте выводы и меняйте свою жизнь быстро. Потому что сейчас время очень быстро крутится, вертится. И поверьте, вот если кто-то что-то сделал плохое, обратно бумеранг прилетит тоже очень быстро. Так. Вам так. Вам от ангелов. От ангелов. Смотрите. Не беспокойся о будущем. Я говорю, у вас там как будто уже все сложено. Я же прям чувствую. Иногда ты чрезмерно волнуешься о своем будущем, забывая о том, что ты сам хозяин своей жизни. Видите, это вот вам ангелы говорят. На колоде ангелов. Не беспокойся о будущем. То есть все, вам просто нужно идти и делать. и думать, что все получится. Вообще не сомневаться. То есть у вас выходами. Все, у вас вот ситуация, вам нужно ее решить. Не нужно тут сомневаться вообще. Тут нужно просто идти и делать. Да, будущее уже написано. Все будет нормально. Вы уже отработали. Ну, если, конечно, этот год, этот год такой, что нельзя делать плохое. Иначе вам вернется тут же. Поэтому, знаете, старайтесь не делать плохое. Просто извлекайте из вот этой ситуации, да, какой-то определенный опыт. Не позитив. Я бы не скажу, что это позитив. Это опыт. И просто принимайте решение исходя из вот этой ситуации. То, что произошло. Как бы действуйте исходя из этого. Ну, раз так случилось, значит, я буду делать так. Значит, вас толкают в эту сторону. Значит, время пришло. Нужно это сделать. Вот. Ну, год непростой. Смотря как относиться, у нас каждый год непростой. У нас разве вообще жизнь легкая? Я вообще не сказала, чтобы жизнь легкая. У нас каждый год непростой. Каждый год что-то происходит. Кто бы что ни говорил, я не знаю ни одного года, чтобы он был легкий. Я не знаю. Может, только если только, когда я была маленькая, но тогда у моих родителей эти вот года были совсем ни сега не легкие. Сколько я знаю, это всю жизнь вообще непростая штука. Я не сказала, что так все легко и просто. Поэтому, как бы, ну и ладно, и что? И что теперь мы будем думать о том, легкое, нелегкое? Мы справимся, и все. Год кармы, говорят, да, говорят, говорят. Поэтому бумеранги будут возвращаться быстро. Делайте хорошее, к вам хорошее будет возвращаться быстро. Делайте плохое, к вам плохое вернется очень быстро. Поэтому осторожно, будьте аккуратны. Вот. Год такой, да, интересный. Хочется, чтобы все наконец наладилось. Не важно, какой это год, какой это век, не знаю, какая это страна, надо, чтобы все было хорошо, чтобы все наладилось. Так что так. Ну что, подсказки, если кому-то нужны, пишите подсказки или просто подсказка на одной колоде. Благодарю за ответ. Вас тоже благодарю. Приходите на эфирчики. Приходите. Все посмотрим, поболтаем. подсказка. Ноу-нейм. Нет имени. Как так нет имени? Ну-ка, ну-ка. Давайте подсказки. На всех, да? На разных. На всех тогда дам. Екатерина, привет. У нас 5 колод. Если вы пишите подсказка, то только на одной колоде. Если пишите подсказки, и тогда на всех 5 колодок будет подсказка. Там еще послание из будущего. Поэтому подписывайтесь, нажимайте на колокольчик для того, чтобы не пропустить эфирчики. На эфирчиках подсказки бесплатные. Поэтому и говорю, чтобы подписывались. Так, Екатерина. Екатерина, подсказка. Время сделать передышку и набраться сил. Слушайте, сегодня всем говорят, что нужно отдохнуть. Видите? Набираться сил. Наверное, что-то будет. Потом, наверное, придется действовать. Сейчас всем говорят, сделайте передышку и наберитесь сюда. Всем говорят, отдыхайте. Давайте на всех посмотрим. Да, для Екатерины. Посмотрим на всех. Колодок. Подсказка. Подсказка. Стоит взглянуть на это под другим углом. Просто я еще хочу одну достать. Не знаю, почему. Хочу еще одну. Не думайте сейчас об этом. Сделайте паузу и вернитесь к этому чуть позже. Вот так вот. Не знаю, мне тут две захотелось. Нужно было здесь две достать. Да. Да, такие подсказки, что надо отдыхать. Правда, сегодня все подсказки. Я хотя мешаю, мешаю. Екатерина, подсказка для вас. Не будьте идеальны. Будьте собой. Будьте собой. Вы уже идеальны сами по себе. Каждый человек, он идеальный. Сам по себе. Такого нет. Уникальный, идеальный, особенный. Так, Екатерина. Так, здесь тоже две. Подсказка. Прости обиды. Никаких сожалений, стыда или чувства вины. Прости обиды. Пусть все это побыстрее уйдет из твоей жизни. Такс. Дальше вторая. Человека не переделаешь. Перестань пытаться кого-то изменить. Это не работает. Ой, это, кстати, правда. Человек какой есть, такой есть. Его не переделаешь. Вот какой вот есть, вот хоть потресни. Ну вот, все. Я не верю, когда говорят, вот я изменился. Я там охохох. Ага. Ну там машину сменил, может. Все. Изменился. Так, давайте. Послание из будущего сейчас посмотрим. Екатерина. Не нужно казаться тем, кем не являешься. Ты лучше, чем ты о себе думаешь. Цветок не соревнуется с другими цветами. Он цветет для себя. Видите? Не нужно ни с кем соревноваться. Вы уже самое лучшее. Не сравнивайте себя ни с кем. Так. Спасибо вам. И вам тоже спасибо. Подписывайтесь. Нажимайте на колокольчик. Приходите на эфирчики. У нас эфирчики по субботам. Ну, сегодня воскресенье. Сегодня так. Но если будете на колокольчик нажимать, вы узнаете. Вам придет оповещение. Не пропустите. Подсказки у нас бесплатные. А вопросики за донатики. Донатики у нас там один вопрос. 200 рублей. Да, Айлин, сейчас я мешаю для вас. Так, Айлин. Подсказка. Дайте себя отдохнуть. Ну, видите, я же мешаю. Я мешаю, мешаю эту колоду. А эта колода говорит только об отдыхе. Ну, просто всем сегодня. Я... Что я... Почему я... Вот я мешаю. Все... Как бы вот... Всем надо отдохнуть. Я говорю, все так готовились к Новому году, наверное, что забегались, заработались и... И еще не отдохнули. Так, Айлин. Подсказка. Негативный опыт – это тоже опыт. Ищите плюсы и делайте правильные выводы. Видите? Правильные выводы сделали выводы и пошли дальше. Все, не надо переживать. Все будет хорошо. Кто-то приходит в нашу жизнь просто для опыта. Видимо, так должно быть. Все же делать. Так. Для Айлин. Подсказка. Избавьтесь от неуверенности и пессимизма. Так. Становимся увереннее. Без алкоголя. Я вообще не готовилась к Новому году. У меня другая ситуация. Ну, понятно, да. У вас эмоциональная, эмоциональная ситуация, когда вы эмоционально выгорели. Ну, то есть, переживания у вас. Буду медитировать. Для Айлин. Подсказка. Слушай свое сердце. Сердце – самая сильная часть тела. Делай, что оно говорит. Слушай свое сердце. Это вот я согласна. Я согласна. Юна, здравствуйте. Да, можно подсказку? Подсказку или подсказки? Подсказку я дам. Ну, у нас подсказки. Их можно пять штук, если захотите. Да, ну, поэтому я так и сказала. Я тоже не пью алкоголь. У нас, когда был корпоратив, там нужно было в списке указать, кто что пьет. У нас руководитель, представляете, покупал алкоголь. То есть, ну, то есть, опыта, сколько там красного вина кто любит, кто чего там, шампанское. Я говорю, я не ходила на корпоратив. Но я говорю девчонкам, я бы хотела ведро молочного коктейля с трубочкой. Ну, такое ведерко, которое для шампанского, такое красивое, чтобы было целое ведро молочного коктейля. С трубочкой. Мне на весь вечер бы хватило. Подсказки, Юна, подсказки, да? Равнодушно к алкоголю. Да, у меня тоже такая ровно. Так, смотрим. Так, смотрим. Для Айли и для Айли. Послание с будущего, послание с будущего. Купи то, о чем мечтал, даже если сейчас это тебе кажется дорого. И еще одну надо. Еще надо одну. Ты на верном пути. Твой план верный. Ты достигнешь успеха. В общем, две. Тут надо было две, я не знаю. Так что так. Такие подсказки. Юна, подписывайтесь, нажимайте на колокольчик. Смотрите, вам сама подсказка выпрыгнула. Рискните, чтобы воплотить новые идеи в жизнь. Вам можно рисковать. Новые идеи, если есть, действуйте. Ю-ху. Да, Айлин. Так, для Юны. Теперь я вытаскиваю. Юна, доставьте себе удовольствие. Побалуйте себя чем-то, видите. Доставьте себе удовольствие. Благодарю, милая Лена. Вас тоже благодарю. Приходите на эфирчики. Я только рада. Так, для Юны смотрим. Подсказка. Прогоните прочь грустные и мрачные мысли. Начните мыслить в позитивном направлении. Начните мыслить в позитивном направлении. Кстати, приходите к нам почаще на эфиры, тогда вы научитесь мыслить позитивно. Я думаю, девчонки вас научат. Пришло время заняться здоровьем. Не упустите момент, когда можно легко все поправить. И сейчас можно заняться здоровьем. Если вы поправились на пару килограммов, вы можете начать заниматься спортом и все исправить. Ну, это так и для примера. Так, для Юны. Подсказка. Выбрасывайте все лишнее, чтобы набрать высоту. Вот такая подсказка. А, я именно похудела. Ничего себе, круто! Но, знаешь, это касается чего-то другого. Чат дальше. Смотрим. Подсказка для Юны. Подсказка. Подсказка. Действуй. Чего ты ждешь? Сделай это. Лучше стыдно, чем никогда. Если тебе нужен какой-то знак от вселенной, это он и есть. Да, прикольная подсказка. Это вот у меня девочка с шариком, которая. Лучше стыдно, чем никогда. Ну, не знаю. Прикольная подсказка. Такой еще не было у нас для девчонок никого. Доброй ночи, приятных снов. Я пойду тоже отдыхать. Айвен, пока. Спокойной ночи. Спасибо, что забежали к нам на эфирчик. Приходите. Сладких снов. Так, так, так. Юна, еще у вас теперь так, так, так. Послание из будущего. Послание из будущего. Уделяйте сну и отдыху больше времени. Тебе нужно восстановить силы. Видите? Здесь вам нужно больше отдыхать и восстановить силы. Ну, потому что вам нужно там действовать. А для того, чтобы действовать, нужно силы восстанавливать. Поэтому больше отдыхайте. Пока есть возможность, отдыхайте. Если вы еще на работу не вышли, если у вас выходные, отдыхайте. Вот. Мне похудеть, мне кажется, сложно. Поправиться легко. Торт на ночь и плюс 2 килограмма. Здравствуйте. Здравствуйте. Мы вопросы, вопросы на эфире смотрим через донат. У нас есть ссылка закрепленная в комментариях там на донат. Один вопрос 200 рублей. Вы можете подсказку попросить. Если вам нужна подсказка на ваш вопрос, вы можете написать подсказку. Подумайте о своем вопросе, я вам дам подсказку. Только вы его потом на свой вопрос переложите. Ответ на свой вопрос. Так можно. Подсказки у нас бесплатные, а вопросики у нас за донатчики. Сейчас я только посмотрю. Может быть, вы оплатили, а я не увидела. Нет, такого нет. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И нажимайте на колокольчик. У нас каждую субботу эфиры. И там у нас подсказки на таких вот колодах. Она бесплатная подсказка. Просто пишите подсказка или подсказки. И тогда вы можете получить ответ на свой вопрос бесплатно по подсказкам. Только переложите их, потому что там подсказки такие, которые могут как-то совпадать с вашим вопросом или как-то нет. Ну, там, в общем, надо подстраивать. Кому нужны еще предсказания на 2024 год? Я сейчас подсказку сейчас дам. По предсказаниям номера свободные остались 30. С 50 по 65. С 67 по 76. С 78 по 87. С 89 по 98. С 100 и 104. Вот кому нужны предсказания на 2024 год? Вот они вот такие вот. Можете написать номер какой-то вот из этих. Ну, кто там еще не получал сегодня номер один написать. Так, подсказка. Предсказания бесплатные, подсказки бесплатные. Бесплатные только вопросики. Айдан, подсказка. Так, вот такая вам подсказка. Если вы не можете повлиять на ситуацию, отпустите ее. Айдан, такая вам подсказка. Так что вот, не можете повлиять на ситуацию, отпустите ее. Не надо на нее влиять. Не можете? Ну, как бы вот, как бы вот, как бы вот. Так вот. Ну что, кому еще нужны подсказки, пишите подсказка. Я буду, наверное, заканчивать, раз уже все. У нас тут в записи 10 посланий из будущего. Спасибо большое, прям в точку. Пожалуйста, приходите на эфирчики еще. Подпишитесь там, нажмите на колокольчик, чтобы не пропустить. У нас эфиры в 21.30, обычно по субботам. Но вот сегодня воскресенье, потому что я, как бы это, перепутала дни. В общем, пропустила я с этими выходными. Отдыхать так отдыхать, да. Вот. Поэтому, если нажмете на этот, как вы, куда там, на колокольчик, то вам придет оповещение, что я в эфире. Вы сможете прийти и подсказку написать. Подписалась. Спасибо большое. Подсказки у нас всегда бесплатные. Подсказки на пяти колодах. Там есть и послание из будущего, если что. Вопросы. Вопросы платные. 200 рублей там вопрос. Подсказки бесплатные у нас. Вот. Ну что, если тогда в эфире... Если все, подсказки больше никому не нужны, тогда я буду прощаться. Сегодня было очень много вопросов. Всем спасибо большое, что пришли. Обязательно нажимайте там лайки. Там вот, чтобы вам понравилось. Вот. Я буду знать, что все нормально. Все хорошо. Обратная связь есть. Вот. Увидимся с вами тогда в следующую субботу. Да. Я сейчас еще донатики посмотрю на всякий случай, чтобы еще раз проверить. Да. Ну да. Всем ответила. Самое главное. Донат с вопросом. Оля, можно. Оля Ка, можно. Я подожду. Какая судьба будет у мира? Откуда я знаю, какая судьба будет у мира? Сложная будет. Если вы сделаете что-то плохое, это плохое вам прилетит. Вот. Если сделаете что-то хорошее, это хорошее вам тоже прилетит обратно. Вот. Вопросы у нас платные. Если что, у нас вопросы за донатики. Один вопрос 200 рублей. А судьба будет у мира такая, какую мир судьбу заслужил, такая и будет. Это надо конкретно разбирать каждого. Каждая ситуация. Каждый индивидуальный человек. В мире всегда ситуация сложная. Всегда. Не бывает легких ситуаций. Никогда не было легкой жизни на этой планете, так сказать. Не могу открыть ссылку. Сейчас попробую еще раз копировать ссылку. Скиднула. Может сейчас откроется. Что было? Какая судьба будет у мира? Было. Было, было, было. И прошло. Было, было, было. Нужно появляться в нужном месте в нужное время. В нужном месте в нужное время. Это тоже много. Я сегодня что-то много. Это в нужном месте в нужное время можно и появиться, а может и нет. Знаете, бывает такое, что судьба вся продумана, а бывают, случаются всякие ситуации, которые не были предусмотрены судьбой. Судьба могла измениться. Много всего бывает. Это индивидуально надо смотреть каждого. Бывает, что по судьбе одного человека, а человек, с человеком кое-что случилось, и у него судьба поменялась. Хотя у него по судьбе прописано было уже, да? Ну, то есть, ну, тут индивидуально. Тут как, ну, как так сказать. Если в общем, то просто в этом году бумеранг будет прилетать намного быстрее, чем раньше. Сделал что-то плохое, получил по жопе. Сделал хорошее, ну, получил награду. Какой вот так, если коротко. Вот. Так что год такой. Вообще, это всегда так. Просто раньше это было с задержкой. Вот, не переживай, ему вернется. Верунда. Тут много можно рассветать. У вас есть друг Джимми, что его ждет? Вот что его ждет? Что его ждет? Это общий вопрос. Что его ждет в каком смысле? Что его ждет в этом месяце? В сфере любви, в сфере финансов, в сфере поездки он к какой-то едет. Что его ждет в семейной жизни? Тут надо более конкретно и вообще. Что его ждет? Может быть, это ваш партнер, да? То есть, вы в отношениях. Что ждет вас в отношениях? Это вообще, тут можно долго рассуждать. И у нас вопросы за донаты, если что. Я могу дать только подсказку вам бесплатно, если вы напишите подсказка. А все остальное тут надо разбирать. Это нужно время. Так, Оля-ка. Вижу донатик, сейчас посмотрю. Да, Оля-ка, я вижу, да, я скинула, я вижу. Мысли, чувства и действия. В мыслях, ооо, в мыслях. Что у него в мыслях к вам? Он очень много фантазирует. Очень по-разному фантазирует. У него нет одной фантазии о вас. У него дофига фантазии о вас. Такая фантазия, такая фантазия, такая. А что если бы было вот так? А вот так, а вот так. То есть у него фантазия, короче, в мыслях. Вы у него крутитесь и очень даже много. Да, у него есть мысли о будущем с вами. Вот одна из этих мыслей, да, о будущем с вами. И он стоит перед выбором, как будто что-то решает, что-то выбирает. У него, кстати, какая-то ложная информация о работе. Как это влияет на вас? Это может все разрушить. Это ложная информация о работе может все разрушить. И мысли поменяются. О вас думает, будущее о вас он планирует. И какой-то выбор у него есть. Олика, я же вам уже говорю, Олика. Мысли чувствуют действие. Видно сообщение. Я мысли, мысли говорю же. Мысли, мыслих вы есть. Может, у вас с задержкой идет? Знаете, а временами он, бывает, вообще о вас не думает. А думает о том, что у него с финансами какая-то фигня происходит. Вот у него мысли о вас и о финансах. Вот есть какая-то нехорошая информация о финансах, которая ему не понравится. Так, чувства. Что у него в чувствах? Он боится, что ему от вас что-то прилетит. Не знаю почему. Он, знаете, вы ему очень нравитесь. В чувствах у него к вам страсть. Перемешку с любовью, конечно. Но страсть в первую очередь. Потому что здесь очень большая зависимость. Видимо, вы ему очень нравитесь внешне. В интимном плане, если у вас был интим тоже. Очень нравитесь, очень. Зависимость есть. Ему нравится, что вы такая энергетика у вас классная. Очень активная такая, энергичная. Очень привлекательная. И то, что на вас другие мужчины тоже, скорее всего, смотрят. Он тоже об этом думает. Не знаю, так это или нет, но он думает, он видит, он знает, что на вас смотрят другие мужчины. Он хотел бы с вами официально как-то оформить отношения. Как-то чтобы все правильно было. То есть я не знаю, в каких вы отношениях. Но если вы не в отношениях, и вы свободно встречаетесь, то он хотел бы оформить это законно, эти отношения. Но что-то его смущает в деньгах у себя, на работе. В работе, в деньгах у него какие-то проблемы. Мы с вами все хорошо тут у него почувствуем. С вами вообще все супердействие будет. Где он действует? Где он действует? Ну, какое-то решение примет. Эмоционально примет решение. Какое-то решение примет эмоционально, притом на эмоциях, пожертвовать чем-то ради вас, возможно. Чем-то пожертвовать. Своей свободой, что ли. Своими границами. Пустить вас в свои границы. Чем-то пожертвовать ради вас он готов. У него какой-то опыт уже общения есть. Да, и у него есть определенное представление о семейной жизни. Как бы он хотел, каких отношений он бы хотел. Какие отношения стабильные, надежные, семейные отношения. Каких вот он хотел бы. Он бы хотел бы, знаете, с какими-то своими определенными правилами, когда мужчина в семье главный. Женщина занимается хозяйством, детьми и деньгами. Женщина красивая. А женщина ухоженная. Вот. А он такой стабильный. Он зарабатывает деньги, приносит домой. Там, да, все в дом. Убил мамонта, принес домой. Да, там, заработал деньги, принес жене. Там, да, вот такой вот он будет заниматься. Он хочет дом, полную чашу, чтобы никто ни в чем не нуждался. И хочет официально, чтобы были отношения, чтобы дети тоже в официальном браке были, росли. Чтобы какая-то вот традиционная семья какая-то у него в его представлении. Возможно, у него есть какие-то семейные традиции. Ну, пока вы просто общаетесь, даже еще ничего не было. Я уже зашла до семейной жизни, дошла то, что у него в голове. Вот. Ну, пока вы только общаетесь, он очень много думает о вас. Очень много думает. Это вот у него есть проблемы с работой, с деньгами, что-то там у него какая-то новость. Его не очень радует. Вот. Но внешне вы ему очень нравитесь. Насчет интима, мне кажется, он уже все уже подумал, как и что могло бы быть классно с вами. Как вот это в голове, он уже, интим у него уже был. Поэтому ему понравилось. Поэтому, то есть он вас представляет очень даже все классно там. Вот. Так что тут уже он на вас подвис немножко. Вы его зацепили. Вот. Ну, вот он примет решение, что он хочет быть с вами и может приехать. То есть он вот примет решение, что я не хочу уже быть свободным, хочу уже, хочу уже быть вот с ней, хочу в отношениях. Когда он это захочет, он приедет и скажет вам об этом и начнет выстраивать. То есть вы в его голове, как вот женщина для серьезных отношений. С вами можно построить серьезные отношения. Но он об этом мечтает. Да, он хотел бы очень приехать к вам на романтическое свидание, хотел бы устроить. Но думаю, что вы его почему-то отправите куда подальше. Почему? Потому что у него денег не хватит, чтобы сводить вас на достойное свидание. Вот у него весь затык в деньгах. Вот он думает о вас и о деньгах. Вот на работе у него что-то не лавится. Не знаю, что. Что-то его не устраивает там. Весь затык в деньгах. То есть он такой весь, вот смотрите, едет такой к вам на коне, что сейчас будет романтик, свидание, все. Я так хочу, так хочу. Но она же меня отправит, она же меня не примет. Почему она мне не придет? Денег не хватит, денег-то у меня мало. Денег не хватит. Дайте ей то, что она хочет. Как бы у него сейчас такое в голове. У него такое в голове, да. Потому что на работе что-то не идет. Что-то у него там не заладилось. Как могут ваши отношения развиваться? Они могут развиваться, знаете, стабильно, наполненно. Когда вот семья живет, у нее все хорошо, все гладко. Без вот этих веселых горок, без вот этих качелей, без вот этого всякой фигни. Как-то вот стабильно, гладко, спокойно, как-то вот постепенно. Ровненько. Когда друг друга наполняют, когда классно, вот так. Ну, такие отношения могут быть. Это и официальные отношения могут быть, если вы этого захотите. Он сможет заработать денег. У него просто сейчас какие-то трудности. Сможет ли он заработать денег? Да, он сможет заработать денег. Он сможет тоже выбраться с этой ситуации. Что-то тут у него, то, что не ладилось, он разрулит. Просто в голове у мужчины это важный пункт. Но это нормально, потому что мужчина не может чувствовать себя по-настоящему мужчиной, когда он не может быть уверенным в том, что он может заплатить за женщину, куда-то вас пригласить, что-то вам дать. Если где-то он не может, знаете, будет ему это неприятно, если ему на что-то не хватит. Если, например, у вас там, не знаю там, я просто не знаю, это как для примера. Если у вас сломалась машина, он не сможет вам помочь там вызвать эвакуатор, у него не будет денег там, что-то вам поменять, что-то купить. Ну, то есть разные ситуации бывают, да. То есть это будет дискомфортно для него внутренне, как для мужчины. По его самооценке просто будет бить. Да, но если, например, вы закажете что-то дорогое, у него денег не хватит. Ну, как бы, ну, не знаю, что-то такое. Это как пример. Ну, это нормально для мужчины. То, что даже мне по самооценке это поударило, если мне на что-то денег не хватило, потому что я лучше, я лучше дома посижу, я лучше там поработаю, да. То есть тут все заработаю сначала денег, а потом уже пойду, чтобы не позориться, покупать себе какие-то там крутые сапоги, да, например. Ну, или мало ли чего. У всех там, ну, как для примера, я просто говорю. То есть он заработает. Вот. Совет, да, сейчас посмотрим. Так, в общем, действуйте. Совет вам такой, что действуйте в зависимости от ситуации. Это мне показало как-то. Сейчас еще подсказку. Подсказка на ваш вопрос. Оставьте новые дела на потом. Такая подсказка. Так, Оля, как? Все, вам ответила. Ну, как-то вот так вот. Я говорю вам тут уже... Поэтому надо сразу мне ситуацию говорить. Вместе вы или не вместе. Что там вот происходит. А то, что я тут как начну разбирать, я говорю уже, то-то до свадьбы дошло, могу уже и развести, уже еще что-нибудь могу посмотреть. То есть это уже слишком. Там уже все так может... Там и кайт, наверное. Подсказку, да, для Веня 575. Подсказка. Так, я вам дам подсказку, вы переложите там на свой вопрос, что его там в бизнесе ждет. На что я взял в вашего друга в бизнесе. Подсказка. Позвольте себе быть не идеальным. Вот что его ждет в бизнесе. То есть вы переложите эту подсказку на этот бизнес. Что это за бизнес? То есть позвольте себе быть не идеальным. Позвольте себе совершать какие-то ошибки, исправлять их. Позвольте себе общаться с людьми, находить подход. То есть тут много может быть. Если вы уверены в чем-то, если вы чего-то не знаете, позвольте себе там, не знаю, спустите до того, чтобы спросить, научиться сказать, я не знаю, например. Даже если у вас есть опыт, хрен знает сколько там, 20-30 лет. То есть попросите совет. То есть не нужно, а как бы вот тут так. Переложите на себя. Вот. Ну, тут вот так. Интересно, да? Получилось. Интересно получилось. В общем, кто не подписался, подписывайтесь, нажимайте на колокольчик, потому что у нас эфирчики каждую субботу. Можете каждую субботу спрашивать подсказки на какие-то ваши вопросы на неделю, на разные ситуации. Сейчас посмотрю, есть ли еще донатики, чтобы ничего не пропустить. Да, все, на все ответила. Сегодня у нас без музыки такая тишина. Музыка у меня глючит, там не работает этот канал, так и не получилось включить. Она иногда работает, иногда нет. Потому что музыка у меня с контакта, там с одной странички, а контакт глючит. Вообще. Последнее время, последний, не знаю, месяц-два, он вообще отвратительно работает. Вот. Ну что, предсказания 2024 год, если кто хочет, остались номера 30, с 50-го по 65-й, с 67-го по 76-й, с 78-го по 87-й, с 89-го по 98-й, 100-й и 104-й. Вот любой номер можете написать, и я вам дам предсказание на 2024 год. Благодарю, Алина. Благодарю, Олика. Сколько вы заработали за этот стрим? Что за вопрос? Сколько вы заработали? Я же не спрашиваю, сколько вы зарабатываете за что-то там. Сколько вы заработали за этот стрим? Вы знаете, сколько у меня стрим идет? Почти 4 часа. Вы знаете, сколько стоит у меня вопрос? 200 рублей. Вы знаете, сколько стоит один вопрос у торологов, других? И вы знаете, что я отвечаю не на один вопрос, когда мне донатят, а мы разбираем их сразу несколько, потому что, походу, появляется еще. Это все индивидуально. Не надо мне спрашивать про зарплату, потому что иногда у меня из-за стрима вообще ноль, ноль получается. Я просто рассказываю людям, даю подсказки, и все. Вот. Иногда получается ноль рублей, иногда что-то получается. Вот. Плюс вы еще отдаете площадки стриминговые вот эти вот. Естественно, вам там приходит чуть меньше. Плюс еще вы тратите свое время. Когда я делала стримы почаще, я помню, я вообще в субботу стрим, в воскресенье я в лёжку лежу, часов до трех. И мне так тяжело. Это эмоционально тоже, между прочим, выгораешь. И для меня общаться с людьми очень тяжело, потому что я отдаю вам свою энергию, чтобы у вас все было хорошо. Потому что я знаю, что у многих тяжелые времена. Я знаю, что у вас. Я тоже чувствую. Вот. Поэтому, чтобы вас поддержать, я отдаю вам свою энергию. Естественно, у меня ее меньше. Откуда мне ее взять, вы скажете, да? Я так же работаю, как и все. Так же прихожу домой и устаю. Поэтому вот откуда мне взять энергию на основную работу, плюс еще, чтобы вам как-то вот подсказать, помочь. Поэтому, знаете, вот такая лафа будет недолго, потому что я себя физически чувствовать начинаю, например, ну, хуже и хуже, устаю, и когда-то эфирчики могу я отменять, если у меня совсем сил нету. Из батарейки. Где взять такую батарейку? Нет, мы сами себе батарейки. Мы ложимся спать, заряжаемся, просыпаемся, все, мы зарядились, зарядились немножко. Но если на сон 3-4 часа, что вы там зарядите, например? Как вы там зарядите за 3-4 часа? Если вы 8-10 часов поспали, то да, тут вы можете зарядиться, и то. Смотря какая неделя была. Если вы по 3-4 часа спали, то вам не помогут эти 10 часов сна. То есть тут хотите быть торологом? Учитесь, учитесь, пожалуйста, любой может быть торологом, абсолютно любой. Если у вас есть желание, хотите, давайте вперед. Так, смотрим, предсказание для Олика на 2024 год, номер 74. Вас ожидает поездка в новую страну. Оляка, вас ожидает поездка в новую страну. Супер! Я вас поздравляю. Все, 74-е предсказание забрали. Ой, надо что-то подкладывать. Ура! Да. Я пока не преподаю торо, если что. Это не ко мне. Давай в Нигерию. Да, конечно, что там делать? Пусть человек сам выбирает, куда ему ехать. в какую страну и на какую планету. Да? Человек пусть сам выбирает. Когда я делаю эфир, мне очень жарко. Уже не раз говорила. Просто чувствую, что мне жарко. Так что быть торологом не так-то и просто. Вы можете выматываться за день. Знаете, я знаю торолога, которые очень, ну, может быть, не очень известны, но в некоторых кругах это известная торога. И вот она как-то говорила, что ей нужно было выплатить там кредит, то-се, там вот она брала. И она, да, хотела, загадала такое, что вот я хочу там, там, сколько-то человек в день, да? Человек 10 в день, что-то 7, что-то такое было, да? Но знаете, что вот на опыте, когда вы начнете работать, то 4 человека в день, 4 человека, просто 4 человека, вы будете уматываться вообще, вы даже не сможете на улицу выйти. Вы столько энергии на это тратите, что вы просто будете падать. А сколько вы заработаете с 4-х человек в день за месяц, например, если у вас ипотека, если у вас нужно платить за жилье, где вы живете, вам ни хрена не хватит. Вашей физической силы, вашей энергии не хватит на это все. Тем более, как, ну, то есть, как вы будете восстанавливаться? Я не знаю. Ну, то есть, можно рассуждать, конечно, что может быть это кому-то классно. Вот, но, не знаю, но не все торологи, торологи становятся торологами из-за денег, как по мне, потому что я бы не сказала, торо это для того, чтобы вы нашли свой путь. Каждый может заниматься торо, чтобы просто найти свой путь и пройти вот эти свои определенные трудности, да, чтобы справиться с трудностями намного быстрее, чтобы наилегче найти ответ, потому что никто не может вам подсказать, например, никто не может помочь в тяжелой ситуации. Вы можете найти подсказку и совет, там, какой-то карт. Вот. Они могут подсказать. И это вам может помочь быстрее справиться с трудностями, быстрее пройти какие-то там, преодолеть препятствия, ну, много всего. Даже когда ищешь работу, ты можешь посмотреть все организации, все вакансии, которые тебя интересуют, на которые ты хочешь пойти. И реально, вот ты на как посмотришь, так и будет. Я отвечаю. Потому что по работе, по работе, про переезды, про отношения, вот можете вот это, вот это я знаю. То есть вы легче себе сделаете. Вы не будете в одних и тех же отношениях, говорите, пять лет, живя чужую жизнью, свою ставя на стоп. То есть своя жизнь у вас обнуляется. Вообще, вы живете чужой жизнью, вы живете ради другой человека, а свою жизнь не живете. То есть вы просто пять лет теряете. То есть этого не будет. Здесь как бы это для каждого свое. Но заработать много. Это... Это надо развиваться. Это надо что-то давать большее. Это надо заниматься только Таро. Чтобы заниматься только Таро, я не знаю, где надо жить, в какой хижине, чтобы не платить ни за что. Только за интернет. То есть это надо, чтобы была поддержка Понимаете? Это надо, чтобы была поддержка Кто может вам оплачивать жилье Кормить вас, одевать вас На вас, вашего ребенка, например Потому что сразу Больших денег второго Такого не бывает Надо заниматься не только этим Нужно заниматься Много чем надо заниматься Потому что Тут должна быть хоть какая-то помощь Все равно человеку Многие, ну не многие Я знаю одного торолога, который, знаете, если Ну не буду говорить, ладно У каждого свои принципы Свои приоритеты, свои цели Каждый человек идет за чем-то Надо рекламировать себя Как вы хотите Как вы хотите Если вы хотите этим заниматься Основная, чтобы ваша работа была То тут не только рекламировать надо себя Тут надо открывать свое ИП Там, да, или как-то вот То есть официально платить налоги Потому что это все Нет такой Как бы профессии Торолог официально Официально Ну нет такого у нас Что ты можешь официально работать торологом То есть вам нужно закончить Какие-то курсы Психотерапевта Там, не знаю Психолога А психолог Это же такое Как мягко сказать-то Херня, короче Это такая Такая херня Мягкая Я это тоже знаю Как бы Это не всем подходит Я считаю, что Индивидуально надо каждого человека рассматривать Потому что у каждого индивидуально все Что было в детстве Его ситуация Его ощущения Понимаете Это офигеть Как индивидуально А в психологии Оно все вот так шаблонно Памс Надели на тебя шаблон Подходит он тебе не подходит Пофигу С твоими чувствами не считаются То есть вот я считаю, что Как бы Ну блин Это такая тема Сегодня все темы такие При том, знаете Любая тема Про что мы тут Что-то не говорим Тут надо тогда-то Так много можно говорить Так много ответвлений разных Можно говорить Ну про Не знаю Долго можно болтать Короче Вы там Вот Как бы Все равно Сами смотрите по себе Потому что у каждого Своя жизнь Свой опыт И в любом случае Если это с вами не случилось Вы не можете Понять другого человека Вы можете ему Что-то посоветовать Да Но вы не можете Понять Если тот Ну блин Тут очень много Всего такого Что я не смогу Спокойно говорить Поэтому Не будем Вы философ Да нет Вроде не философ Я Это мой жизненный опыт Вылазить наружу И я Не могу Про это Долго Потому что Я начну Эмоционировать У меня начнут Сырость Разводить Короче Не буду Потому что Это все Затрагивает душу Все Все это Проживаешь Все что ты Говоришь Любой человек Если он Что-то Такое Проживал Ему потом Тяжело Про это Говорить Все равно Все остается Время Ни хрена Не лечит Нифига Не лечит Время Вот Сто процентов Вам говорю Вы всегда Это помните Вы всегда Это чувствуете И всегда Это будет Вот Допивая Новогодний Блин Лимонад Он уже У меня Теплый Не стало Сегодня Или воду Наливать Лимонад Захотелось Так что Болтать Можно Вообще Много О многом И вообще Все могут Говорить Совершенно Разные Потому что У каждого Свой опыт Каждый Смотрит На это По-разному Кто-то Готов Мириться С какой-то Ситуацией С отношением К нему А кто-то Нет Кто-то Говорит Что я Ничего Не могу С этим Сделать А кто-то Берет И делает Он не готов Мириться Все по-разному Все по-разному Но если хотите Учиться Таро Учитесь Это вам будет Только на пользу Серьезно Только на пользу Вы сможете Прислушиваться К себе Развивать Свою Интуицию Постепенно Вы начнете Прислушиваться К себе Даже если Сейчас Вы не Прислушиваетесь Вы научитесь Будет Много Происходить Интересных Вещей Которых Вы раньше Не замечали Я много Чего Хочу Еще Не знаю Только Столько Хочется Всего Еще Сделать Столько Всего Интересного Есть Во всем Мире Это Очень Много Всему Научиться Было Здорово Какой Самый Главный Навык В 2024 Году Я бы Сказала Какой Самый Главный Навык Не важно В каком Году Быть Честным Сами С собой Быть Честным Сами С собой Не предавать Себя Не идти Против Себя Не идти Против Своих Чувств Не предавать Себя Не Игнорировать Быть Честным С Сами С собой Это Все Не важно Какой Год Вот Внимание Самое Главное Внимание Пусть Пусть Для вас Это Будет Внимание Может Быть Для вас Это Так Есть Вообще Для любого Человека Я же Говорю У каждого Человека Свой Жизненный Опыт Свои Найти Приоритеты Своей Цели И вот В зависимости От того Какие Цели Сейчас Перед вами У вас Могут Меняться Вот эти Приоритеты Не знаю Желания Действия Ну то есть Это все Может Меняться В зависимости От ситуации Потому что Вы можете Находиться В какой-то Ситуации Определенной Определенное Время Потом Она Закончится И вам Уже Не нужно Будет Это Вам Нужно Будет Что-то Другое Это нормально Жизнь Она Движется Она Развивается Все Меняется Раньше Не было Ничего Мы не могли Позвонить Друг другу По телефону Телефонов Просто Не было Как сообщить Другому А никак Не было Телефонов Были Эти Коммутаторы Звонишь Я хочу Заказать Телефонный Звонок То да Все Еще Телеграммы Что-то Еще Было Не было Телефонов Ну и что Ну как бы Жили так Теперь так Все Все Меняется Это нормально Мы Пере Мы тоже Меняемся Как бы Тоже Тоже нормально Разные навыки Для Разных Людей Они могут Быть разными Это тоже нормально Вот Я обычно Так могу Болтать Знаете С весами Если по гороскопу Весы То Мы с вами Можем Болтать Притом Если вы Мужчина Весы Не женщина Я не знаю Почему Мне с весами Вот так Хорошая Выходит Душевная Беседа Глубинная Почта Была Да Да Особенно Сейчас Вот этой Скоростью Жизни Которая Сейчас Глубинная Почта Она бы Сильно Запоздала Мне кажется Когда надо Все срочно Да И движение Сейчас Какое Я даже Не знаю Голуби Сейчас Долетят Экология Какая Сейчас Плохая Где-нибудь Остановится Водички Попить И все Да Все Меняется А если Не было Голубя Как Отправить Почту Вот этого Вот Зажиточного Купца Есть Голубь А у Меня Голубя Нет Никак Все Так Кончился У меня Лимонад Ну Кому Нужны Подсказки Пишите Подсказки Или Подсказка Вот Может Кто-то Еще Зашел Если Без Подсказки Из-за Из-за чего Страдает Экология А вы Знаете Из-за чего Страдает Экология Из-за Бессовестного Использования Ресурсов Из-за того Что Не ценится Нифига Ну Пишите Своё Мнение Из-за Человека Из-за Человека Ну Некоторые Люди За экологию Человек Может Как и Разрушить Так и Создать Смотря Как им Пользоваться Это Меньшинство Да Но Каждый Выбирает Своё Каждый Выбирает Человек Может Выбирать Кто-то Выбирает Одно Кто-то Другое Это Как вот Нож Он может Нож Это же опасное Оружие Можно убить А можно Нарезать Хлеб Да Как бы Вот он может Пользу принести А может И вред То есть Как ты воспользуешься Так и Человек Тоже Он может Делать Как и Хорошие Поступки Так и Плохие Здесь Что Выберет Как говорят Свобода Выбора Свобода Воли Что Все Так Думали Да Ну что Предсказание На 2024 Год Кто-то Еще Хочет Получить Сказать Номера Свободные Которые Остались Свободные Вначале Все заняты Ну Потому что Я Не Выкладывала Все номера Тут Я все Выложила Я могу Сказать Вам Что Сделал Человек Для Экологии Хорошего Не Знаю Что Он Сделал Хорошего Человек Пользуется Ресурсами Он Только Использует Я Не Знаю Что Хорошего Может Сделать Человек Из Того Что Я Вижу Только Использует Даже Если Ты Хочешь Сделать Что Хорошее Есть Те Кто Обязательно Нагадит Испортит Это Человек Живет Не для того Чтобы Делать Что Хорошее Он Тут Другое Затеял Что Он Тут Вообще Делает Человек На Этой Земле Вот Че Он Делает На Фига Он Тут Вообще Нужен Тратит Ресурсы Планеты Не Только Человек Тратит Ресурсы Планеты Кстати Зачем Вообще Человек Нужен На Земле На Фига Он нужен Может Б Планета Вся Бы Заросла Лесом Если Б Он Не Вырубал Чуть Не Прореживал Грядки Да Кто Еще Помимо Людей Тут Много Кто Живет Кто Использует Ресурсы Не Только Планеты Но И Ресурсы Людей Вот Много Всего Есть Не Не Планеты Такие Ресурсные Кстати Была Планета Которая Была Похожа На Землю Но Она Была Во много Раз Больше Она Она Знаете На ней Все Погибло От Вспышки Очень Тоже Такая Плодородная Была Как Земля Но Была Солнечная Вспышка Несколько Вспышек И Вот Эта Окончательная Вспышка Вспышки Эти Влияли На Ну Там Еще Знаете Там Еще Они Сами Виноваты То Что Вот Это Защитное Вокруг Этой Земли Они Там Убрали И Поле Вот Это Вспышка Убила Всю Как Это Сказать Среду Для Обитания Чтобы Можно Было Жить Весь Воздух Все Вот Это Убила И Все Планета Погибла Вот Я думаю Не коснется ли Это Земли Это Про Вспышки Какие-то Говорят Я думаю Не надо Нам Такого Инопланетяне Ну Типа 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 Я Надеюсь Коснется Ну 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 Вы Ну Ни фига Не Оптимист Да Так Интересно И Раньше С той Планеты Также Вот Эти Вот Богатые Состоятельные Взяли Вот Эти большие корабли и улетели. Оставили тех, кто не мог улететь. Так же и на этой планете будет. Ну, не дай бог, конечно, это случится. Надеюсь, что не случится. Потому что это сдерживается. Но так же и будет. Оптимисты умирают чаще. Оптимист умирает оптимистом. Понимаете ли? Он оптимист всегда. Если быть пессимистом, то знаете, сколько болячек себе можете приделать. Оптимизм, он помогает многим выжить от неизлечимых болезней. Вот эта сила человека, которую он не ощущает, которую он забыл, в нем очень большая сила есть. Ваше желание жить, ваше желание чего-то достигнуть. не сдаваться. Пессимистам быть скучно. Реалистам? Реалистам иногда страшно. Особенно, когда новости посмотришь. Да и даже, когда их не посмотришь. Вот. Оптимист. Смысл жизни быть пессимистом. Не понимаю. Смысл тогда, чего жить? Оптимистом нормально быть. Ну, только надо быть не совсем уж оптимистом. То есть, не совсем таким уж глупеньким. Потому что всему верить, и все будет хорошо. Как бы нужно немножко себя тоже оберегать от всяких глупостей. Тут грань нужна просто. Найти равновесие, умеренность в своей жизни. Вот. И все. Достичь гармонии. Надо этому учиться. Потому что не надо из крайности в крайность мотаться. Нужно найти гармонию. Вот. Везение. Что такое везение? Везения не бывает. Это что-то предусмотрено. Это что-то... Не знаю. Насчет везения. Не бывает везения, и бывает труд. Бывает труд и старание. Желание достичь своей цели. Везение не бывает, как такового. без усилий. Везения без усилий не бывает. Это только со стороны может казаться, что это везение. А на самом деле это большой труд. Тут как бы не знаю. Тут надо разбирать индивидуально. Вот. Не могу сказать насчет этого. Надо индивидуально разбирать. Я так не скажу, что прям бывает, не бывает. Что значит везение? Что значит везение? Тут надо разбирать ситуации индивидуально. Слушайте, ну у меня что-то это. Две свечки всего остались. Так. Что это за безобразие? Надо свечки покупать. Кто у нас главный по закупкам свечек? Отзывись. Так. Две свечки уже сегодня. Третью Зашку. Что значит везение? Для кого-то это может быть везение, а для кого-то нет. А может быть вложился в бетон. Наш весь день сильно вырос. Вот это везение. Нифига это не везение. Нашла третью свечку, короче. Это нужно... Это знаете, это вовремя. Это информация. Это не везение. Вы получили информацию, вы туда вложились. Это информация. Вы постарались это узнать. Не знаю. Любое везение это большой труд. Не бывает такого везения. Если деньги легко пришли под дьяволом, то они так же легко и уйдут. Или если нечестно, то это прилетит потом. Понимаете, где-то придет в одном, значит заберут в другом. Равновесие. Да. Восстановит. Восстановит. Я не считаю, что это везение. Это просто нужная информация. Вовремя поступило и все. Например, даже когда вот эти вот доллары, когда в прошлом году вот этот бардак был, я смотрела на целый год. Для себя лично. Я не делала такие прогнозы. Я для себя смотрела, доллары, сколько будут расти или падать, когда купить доллар, чтобы там вот так вот купить его недорого, да, чтобы были доллары. Я смотрела весь год, каждый месяц там, да, сразу посмотрела, сразу узнала, в какой месяц можно было бы купить, когда будет дешево, когда он поднимется. и как раз у меня, когда этот можно было купить, у меня нифига денег не было. Начались проблемы там одни, другие, третьи, то есть мне туда надо было деньги. И они все туда ушли. Не получилось купить. Но информация-то у меня была, она была нормальная, как бы все было хорошо, я бы могла купить доллары, да. То есть как бы, ну бывает так, что вот на что-то другое уходит. Значит, не нужно было тогда. Как бы эта информация была для меня, но значит не время было. Все свое время. Поэтому говорю, где-то уходит, где-то приходит. Где-то у него, значит где-то в свое время у него ушло, а в этот раз он восполнил. Или в этот раз он восполнил, а где-то в другом месте у него ушло. То есть оно по-разному бывает. По разными путями приходит вот это все. Не знаю. Но для меня везение – это большой труд. Потому что когда появится возможность, чтобы воспользоваться этой возможностью, ты должен быть готов. А чтобы быть готовым, нужно много стараться. Ну, я говорю, это индивидуально надо рассматривать каждый вопрос. Это интересно. Вообще в мире дофига всего интересного. Очень много интересного. Это вообще просто нереально много интересного. Не только в этом мире. Вот. Ну, даже и на этой планете предостаточно. Так что так. Курс доллара на январь. Не надо покупать в январе. Он будет дешеветь потом. Сейчас я вам дам подсказку. Хочите, давайте. Курс доллара на январь. Подсказка. Доведите до конца начатые дела. Такая подсказка. То есть нефиг вам заниматься чем-то новым. До конца доведите то, что у вас есть. И не лезьте сюда, в это новое. Я вам говорю, будет дешевле, чем в январе. Но давайте не будем проверять каждый месяц. Все, подсказки заканчивались. Тем более, после определенного момента нужно понимать, когда карта начинает шутить. То есть тогда, когда вам не нужно знать эту информацию. Тогда, когда вам нужно принять решение самостоятельно. То есть у вас тут определенный урок жизненный. А вы тут хотите гладенько так вылезти. Нет. Принимайте решение самостоятельно. То есть вам не дадут четкого ответа. Потому что это ваш урок. И если они дадут четкий ответ, то в этот урок не проходите. Вас опять поставят в эту же ситуацию. Вы опять будете искать выход. Вот. Так что такие дела. Вообще, вы можете посмотреть в интернете. Делаются вот эти политические разборы. Про эти доллары, евро, рубли. И вот это все. Вот это делается. Да. Вот в чем прелесть Токар Таро. Вы начните заниматься. И начнете, когда начнете ее изучать, вы сами сможете посмотреть для себя любые вопросы. Вы уже будете знать. Вы уже будете чувствовать. Поэтому, пожалуйста, хотите быть тарологом. Занимайтесь. Это чисто, это индивидуальное дело каждого. Вот. Поэтому, смотря, как вы на это смотрите, как вы к этому относитесь, чего вы от этого ждете. Так что так. Какой знак зодиака. По национальности вы не русский. Или очень молодой. Ну, точно не весы, да? Хотя мы с вами болтаем хорошо. С весами я очень хорошо могу болтать. Просто сегодня эфир такой. Я не могу угадывать. Я не угадываю. Ну что у нас? У меня время 2 часа 13 минут. У вас там как со временем? Предположите. Вы можете быть... 3 часа, да. Вы можете быть козерогом, потому что вы вредный такой. Можете быть скорпионом. Ну, скорпионы они хорошие. Мне нравятся. Ну, еще... Ну, а так вообще поболтать любят водолей. Зависит от вашего настроения. То есть, знак зодиака, это тоже... Не знаю я. Мимо, конечно, мимо. Я не могу угадывать знак зодиака. Если вы не скажете, я не угадаю. Если вы не напишите... Да, вы чего там. Надеюсь, вы не овен. Очень надеюсь. С овеном мы тоже можем хорошо поговорить. Но, надеюсь, это не вы. Ну, точно не близнецы. Давайте. Не надо. Цифра 69. Это вам предсказание, да? На 2024 год. Сейчас скажу. Сейчас найду. Нашла. Так, для Фини. 69 предсказание на 2024 год. Счастье где-то рядом. Обернитесь вокруг. Счастье где-то рядом. Обернитесь вокруг. Счастье где-то рядом. Супер, слушайте. Вам нравится? Это на 2024 год. Счастье ваше рядом будет. А, ручка, опиши. А, не могу. Все, 69. Забрали. Можете приходить по субботам на эфиры. Там еще предсказаний на 2024 год много. Поэтому можете еще взять. Вы рак? Водный знак зодиака, да? Рак это семейный знак. Все в дом, все в семью. Такой семейный, чувствительный, чувственный такой знак. Но мужчины и женщины раки, они разные, кстати. Вот одни гороскопы, например, два овна, они разные, мужчины и женщины. Если два скорпиона, мужчины и женщины, они разные. Весы мужчины и женщины, они разные, вот. Рак хороший знак, что он хороший. Хороший семьянин. Хороший, хороший знак. День рождения летом. Тепло, можно хоть в кафешку в летнюю идти, хоть на шашлык. Получается, я коммунист. Я не знаю, вам видней. Вам видней, кто вы? Коммунист, не коммунист. Слова еще такие. 0707. О, классно, 0707. Кстати, можно финансовый код посчитать по дате рождения. Давайте только не сегодня. Потому что на самых первых эфирчиках я считала финансовый код. Мне люди писали день рождения, там, когда можно посчитать финансовый код по вашей дате рождения. Это будет ваш личный, индивидуальный финансовый код. И можно им пользоваться в финансах. Когда там при пароле, там, когда пароль будет, когда там карточка, когда вы деньги получаете, чтобы эти цифры были там, да. Или там в номере телефона. Хорошо, когда эти цифры бывают. Потом, ну, разные там. Можно просто написать этот номер на бумажке. Можно на денежке. Ну, там много чего. В интернете вообще можно почитать. Все это есть. Так что можно посчитать по дате ваш финансовый код. Вот. 07-ое. Это лето, тепло. У меня тоже кое-кто из родственников есть под этим, с этим гороскопом. С раками я общалась с женщинами и с мужчинами. Они разные. Ну что, спать не хотите? Я прям угадала. Я спать. До свидания. Давай, до свидания. Хорошо. Хорошего сна. Пока. Так, ну что. Никому больше пока что не нужны подсказки. Время уже позднее. Я буду заканчивать эфир. Увидимся с вами в следующую субботу. Если я ее опять не про это, не проморгаю. Не знаю, как-то я пропустила субботу. Вылетела она у меня. Следующий эфир суббота, 21.30. Но подписывайтесь, нажимайте на колокольчик, потому что я могу выйти 20.30. Ну, вы знаете, могу. Могу или раньше, или позже. Смотря, как будут у меня там дела развиваться. Как пойдет, в общем. Сколько у меня, что там будет, не знаю. Вот. Ну все. Увидимся с вами в следующем видео. Всем спасибо. Всех обнимаю. Все. И всем пока. Куда отключаться. Пока.